Спасибо, Нёша, спасибо. Ой, а что это я? Рута меня открыла. Сейчас я, Рута, не открою, а то я не вижу ничего. Нужно название стрима придумать. Я тупила-тупила, не могла придумать название стрима, потому что у меня нет даже вопроса. Даже нет вопроса, который я хотела бы задать. Но я уже почти придумала его. Рута, не запускайся. Вот там, вот там, вот там. Привет, Фимя! Привет, Крисма! Привет, Клеймикс! Лёша, ты чего так попадать стал? Опять всегда, прям сам первый. Я же не понимаю, я же не понимаю, как это вообще работает. Ты можешь мне объяснить? Можешь мне объяснить? Я сегодня, это, в ТикТоке тыкалась. Привет, привет, гладица. Сами не знаю, я тоже не понимаю. В ТикТоке тыкалась, наткнулась на видео, мы как-то обсуждали под каблучников, я запостила. Я, конечно, по дебильному объясняю, но там мужик прикольно объясняет. Конечно, это не панацея, там кучу можно раз оправдания найти всему тому, что он говорит. Ну, не оправдание, в смысле, а проверку. Ну, как бы забавная информация, забавная, забавная информация. Я вот думала, интересно было бы это пообсуждать, но это кринжово обсуждать на стриме, потому что у нас много мужчин, которые будут заступаться за других мужчин, заступаться за себя. Ну, вообще, очень такой вопрос, знаете, щепетильный, я бы сказала. Нет, только я еду, потому что она говорит, у нее сейчас нету там этих... Сейчас подожди, когда люди соберутся. У нее там нету, короче, работников, и там очень грязно, она говорит, хотя там не особо было и чисто, да. Вот, ну, то есть она переживает, что нужно там порядки навести, она вообще хотела со мной лично поговорить. Вот, поэтому она говорит, давай, ну, мы без стрима. Можно, конечно, со стримом, но, говорит, лучше это. И мы договорились, что мы два раза будем встречаться, вот. Первый раз мы с ней приедем, просто поговорим. Я хочу прямо снять видео какое-нибудь там такое, знаете, про приют. Может быть, ее словами, может быть, просто добавить туда милостливое видео, музыку. Вот, и... А потом, ну, сделать анонс, и на следующий день, либо мы договоримся в какой-то день перед моим уездом, я уже со стримом поеду туда второй раз. То есть я хочу сделать анонс для чего? Чтобы собрать денег, потому что у меня, ну, как бы я могу выделить деньги. Я вам говорила, что после исполнения моей мечты покупки моей квартиры, да, я это... У меня остались деньги, и я хотела бы их куда-то, ну, потратить именно на пожертвования, да. А вы знаете, я людям не умею пожертвовать, не люблю, я людей не очень люблю, да. Вот, я жертвую только животным, получается, вот. А животные, что это такое животное? А животные у меня либо в Киеве, либо тут, а у меня монаты. У меня монаты, поэтому я подумала, это хорошая возможность. Вот, но их мало, их мало, да, монатов. Я подумала, что если вдруг я сейчас, с ней сделаем какой-нибудь промо-ролик такой, знаете, как я люблю, я люблю видео делать. Я, короче, сделаю эти добрые глазки собачков. Я там все поснимаю, может быть, с ней поговорю, там она скажет, на что нам нужны деньги. Может быть, мы поставим какой-то донат-гол пособираем. То есть, чтобы активировать людей со стрима, может быть, с Инстаграма, там, я там пост сделаю. Чтобы подсобрать, да, какую-то сумму. И к этому, к этому, привет, Анджи. Ну, к тому момент, когда стрим будет, у меня хотя бы будет еще деньги, чтобы не только, например... Ну, сейчас я думала лошади купить, купить сено, как в прошлый раз. Она уже писала вон там пару недель назад, что вот все сено, которое мы ей купили, уже закончилось. Вот, лошади купить там и корм. А на медикаменты, например, не хватает. Вообще ничего больше не хватает. Ну, вы же знаете, тут цены такие очень дорогие. Я люблю людей. Смысл жизни полюбить всех людей. Избавиться от своих недостатков. Преодолеть все свои желания. Вот это, кстати, очень мудро. Очень мудро. Ну, ты знаешь, я вот... Я очень углубляюсь в психологию и познание себя. Я за счет людей познаю себя. И вот в чем проблема моя? Я, зная себя, начинаю ненавидеть людей. Понимаете? То есть я вижу свои недостатки, вижу свои особенности человечности. Вот это, знаете, вот эти пороки, да, человечные. Я понимаю, что не одна я такая. Что есть такие люди. Просто с некоторыми пороками я, например, борюсь, да. Я их, там, стараюсь не проявлять, например, вот, ну, не знаю, всякое разное. Налоговая служба, срочно, что, ничего себе. Вот. Короче, есть... Но есть же люди, которые не справляются с этим. И этим они меня бесят. Они меня бесят в том, что они имеют те качества, которые, в принципе, и я имею, и другой человек имеет, и третий человек. Вот, ну, опять же, вот этот эгоизм, да, такой. Есть же эгоизм нормальный, здоровый. Есть эгоизм ненормальный, нездоровый. Вот люди сами решают. То есть эгоизм – это отрицательная, типа, черта человека. Но если его направить правильно, если им уметь его контролировать, уметь как-то этот эгоизм, из него получать выгоду такую, чтобы человек другой получал тоже выгоду. То есть уметь направлять эгоизм так, чтобы оба человека были в плюсе – это большой-большой труд и большое-большое понимание вообще сути человечности человека, его, эмпатия. Блин, там столько нюансов. И вот это вот… И ты, зная просто, что есть эгоизм, и можно им пользоваться не в добрую сторону, ты начинаешь ненавидеть людей, потому что ты считаешь, что они-то не допёрли. Они-то такие, как ты, да. То есть они, по сути, такие, как ты. Но у них нет инструментов и нет знаний, не у всех они есть. Ты понимаешь, что они поступают шаблонно, и, короче, вот так вот. Привет, прости меня, прости… Прости меня до папы такого… Чё, до… За что? Чайна каза… Чина каза… Чина каза… Что такое чина каза? Привет, Эндер Андреев. Какие-то сегодня никнеймы необычные, что вы тут делаете? А я даже, знаете, не перешла в этот… Вы это АРП, вы на общение у меня. За что тебя простить? Олеся, ты собираешься летом ехать на балкон? Нет, я думаю, что я этим летом не поеду. Меня посадят, если я приеду в Россию. Ты шо? Посадят. Олеся, привет. А кто ты по соционике? Какой социотип? А скажи, какие есть? Я вот что-то не помню, какие есть даже. О, да как ты так сделаешь, Барб? Ты че не спишь? Ты че-то делаешь? Аааааа… Прикольно! Ахааа… Привет! Или ты тут спишь? Привет, Олеся… Спит… Спит… Спит мои шалатки. Как дела у тебя, как дела? Здорово. Ты выспался сегодня? выспаться как сказать я вот ни хера вторую ночь плохо сплю просто как олень сплю как придурок вот я наверно как ты сегодня вот эту третий день уже такой 2 2 но я сплю в распас плюс жестко было на жестко какие-то ники необычные где-то жестко в два ночи что ли уснула то во первых в час почти в час я легла пораньше но этот код рыжий он не то на голову зале огур слышь ты он на эту на бочок у меня спинку от от кресла потом где-то возле лица леку грязный ты чё на простыне я там с ним потом ночью выпустила потому что он пошел смотрю гуляет думаю сейчас насрет ну я же не уверена он он не срал конечно он как бы искал выход как я понимаю и выпустила вот и всякие мысли там тараканы бегали знаете ли а ну блин тараканы когда это да тараканы все спать не дают эту вторую ночь меня избегали всю голову уже знаешь уже уже это следы там от них уже надоело подметать от этих таракан бесятся так что за никнейме необычные меня вообще просто сейчас переход с зимы на весну три дня из-за этого десятого норм будет новый год начнется ну ладно что за соционика давайте мы там вернемся что за соционика все стримерши одинаковые да вот тут еще стримерши все разные на самом деле разные такой спасибо стримерши тоже все разные на самом опачки барбару спасибо тебе за подписочку 69 месяцев спасибо так тебе так вот забрать перевод оплатить переводы платить квартиру и второй никнейм какой-то непонятный первый раз вижу чай на касс про полезет привет прости меня вот не понимаю что это за что ты меня попросил прощения ты что меня когда-то оскорбил ты что мне когда-то в личку член скинул я не пойму что это было я оплатил да все за что ты попросил чинокас чинокас господи что за никнейм и вообще нормально честно говоря will good evening good morning good day good night так значит сегодня мы едем как обычно в эту в поликлинику да там поликлинику тут тартатл good morning good morning good morning вот сейчас буду людей мучить там он только собирается скинуть только сам он он как бы заранее до 2 раз точно зайдешь на неделе до 2 раз точно зайду точно да он так а чего так мало пишите а тема и садовы спит да не 10 часов тут тартатл ходу и дуэн а вот и на у вас стартин и но с над статью да и июня в такую рань наверно никого и нибудь ну и ладно и фиг с ними привет и и горе и горе и горе и горе к это и горюк это у вот их что не с нами я смотрю там гтоник на и маршрута к нам не ходишь не заходишь я смотрю фильмом спасибо спасибо вот этого фильмом конечно у меня просто радует вообще постоянно приходит меня на гт и поддержит посмотрите у лапочка да ладно не один атаку но но все равно у нас тремя аккаунтами сидит видали у меня вот какой вопрос раз я сегодня иду в приют помогать животным у меня будет вопрос про приюты сначала я вот и задам барбарусу пар смотри у меня такой у тебя вопрос давай выйдем поговорим как человеке может там кто потянется уже чтобы сами говорить как человеке ты посидишь да устали ноги болят хе-хе-хе-хе-хе а вот на лавочку можно сесть кто как садится и шифт и короче дело вот что смотри я вот она чудо за животным есть люди которые помогают людям вот у меня такой вопрос кто вообще кому надо вообще помогать кому вот как ты считаешь какая категория вообще от этих вот нуждающихся действительно нуждается в помощи по твоим людей ну вот вообще категория чего кто может даже черепахи не знаки ты там нужно ты такой вот я думаю что нуждается в этом мире черепахи вообще стали не нуждаются и поясняешь почему быть людь может быть может быть деревья может быть это океаны то есть что именно как ты думаешь стоит внимание если представить что у тебя есть там миллион долларов которые ты не можешь потратить на себя но можешь потратить на что-либо или кого-либо на чтобы ты потратила считаешь это целесообразным как там нажимаешь что эти вот штучки все Это, да, у меня что-то интернет лаганул, да, мой метронет меня радует, продолжает меня радовать. Вот, я не знаю, что вы слышали у меня или не слышали, да, я задала вопрос, вы полностью его слышали, или вы не услышали только ответ Барбароса? Помогите, пожалуйста. Ой, у меня наушники сейчас поставить надо. Вопрос слышали, а ответ не успел. Хорошо, сейчас я перезап... что у меня тупит, да, загрузка, загрузка, сейчас мы загружаем. Согружаемся, я пойду наушники поставлю, наверное, это в чехольчик. Sorry, Олеся, сегодня ничего страшного, ничего страшного, ничего, ничего, все хорошо, всякое может быть. Спасибо. 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 редко захожу по работе. Да не надо извиняться за это. Да что вы сегодня все извиняетесь-то? А где, кстати, тот, который первый раз извинился? А где эта скотына? Он назывался моё вам, непонятно почему. Я не понимаю, почему человек назывался и ушёл. Потому что он не остался на РП. Вот последнее место. Всё, Барк сказал последнее. Только если из-за этого получается. Просто интернет лагает. А, тогда прощай. Так, 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 так. Итак, продолжаем. Барбарос рассказывает свою точку зрения. Подожди, я напомню вопрос в чате, и мы продолжим. Я помню. Нет, ты помнишь, а вот чате нет. Да, зрителям напомню. Вопрос такой. У меня сегодня вопрос будет к зрителям из ГТРП. Кому стоит вообще, кому и чему стоит помогать в этой жизни? О, вот тут у нас ещё зрители подошли. Вот, в смысле, не зрители, а люди, которым можно подокапываться. Ну, ладно, в общем, давай, Барбарос. У нас опять социальный опрос. Кто хочет поучаствовать? Ладно, просто отвечай, они потом подтянутся, если захотят. Давайте, может, познакомимся. Ну, ты хотела вопрос повторить. Давай. Сейчас тогда. И ребятам повторю, ты ответишь, может, они тоже захотят. Блин, придётся догрызть сейчас, подожди, а решку доем, а то будет изо рта выплёвываться всё на клавиатуру. Ой, на пол бетонный. Что-то мой персонаж не хочет садиться. О. Итак, вопрос. Кому в этой жизни стоит помогать? Если брать пожертвования какие-то, помощь животным, помощь людям, помощь бездомным, помощь китам, помощь черепахам, помощь, там, почистить море, там, не знаю, неважно что. Если представить, что у вас есть миллион долларов, которые вы не можете тратить на себя и на себя лично, ничего себе покупать нельзя от него, из него, на что бы вы его потратили, помощь кому. То есть, более глубокий вопрос, это кто нуждается в этом мире в помощи реально, вот, для вас, по вашему личному мнению. Блин, я вообще говорила, да? Меня слышно было? Да, говорила. А, ну всё, Барбара, давай ты отвечай. Детям. Детям помогать, детским домам. Детям, которые остались без родителей, правильно? С презорным, да. Тем, которые без родителей остались, или которые с рождения чем-то болеют, и есть шанс, что помощь может им помочь. То есть, даже если есть родители, то если он болеет, да, допустим, но родители не могут собрать сумму. Ну, да, 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 да. Хорошо, поняла. А почему? Почему? Да. Ну, я сейчас размышляю согласно региону, в котором проживаю, и это очень насущная тема. Нет, вот твоя личность, почему? Например, я хочу помогать детям, потому что дети – это наше будущее, из них вырастают люди, которые могут также потом помочь другим, и, возможно, создать какую-то классную вещь, например. Ну, то есть, логическое объяснение, почему именно детям? Есть же куча других маленьких существ, которые тоже остались без родителей. Почему именно детям людей? Почему? Ну, у меня такой выбор. Нет, у тебя такой, понятно, но он же наверняка имеет под собой какие-то основания. То есть, не просто так, я хочу помогать совам, просто. Просто сову пришли. Нет, у тебя наверняка есть логика этого. То есть, зачем? Почему ты считаешь, что дети, именно дети без родителей, или которые не могут родителей обеспечить, нуждаются в помощи? Чтобы они выросли нормальными людьми, а не быдлом подзаборным. То есть, твоя помощь заключается в том, чтобы было больше хороших людей, а не долбоебов, правильно? Да, дети же не виноваты, что их бросили, или что они остались одни, или что они родились там с пороком каким-нибудь. И если им некому помочь, то почему бы им не помочь? Понятно. Хорошо, спасибо. Ки Мор. У тебя есть какое-то мнение по этому поводу? Ки Матаха, здорово. Ник. Ну что мы бикаем громко так, перебивает? Все, больше никто не хочет сказать? Вы даже никому не хотите помогать? Да, я уходила в себя. А, понял. Так, что там? Миллион, помочка у нас. Ну вообще, кто нуждается в этом мире в помощи? Кто или что? Гражданин. Люди. Люди? Какие? Застяните, пожалуйста, которые болеют на земле. Ну или переоденьте. Я как бы не говорю, что они станут хорошими после того, что я им... До свидания. И они отблагодарят кого-то там еще. Да, вот я бы помогала больным детям, которые там вот с пороком. А зачем? Чтобы они продолжили жить. А тебе это зачем? Исполняли мечты. А что меня бьет? Мне будет приятно. Надейся, кто-нибудь масочку, пожалуйста. То есть, смысл помогать нуждающимся детям, чтобы сделать себе приятное. Я правильно понимаю? Да. Хорошо. Можете взять масочку? Надейся, масочку кто-нибудь. Натаха, сними маску. Ой, спасибо. Здравствуйте. Который пациент под этим маску? Какие документики? Эх ты, Натаха, Натаха. Что тебе разложка? Ты давай? Поднакомился. Мы видели, как вы разводили девушку. Вам не стыдно? Я? Да. Корни, докапайся к людям. Что это было вообще? Зачем ты? Он так подкатывает ко всем. Ага, потому что девушка красивая. Ника, ты бы кому помогал? Вини, смотри. Животным, конечно. Почему животным? Потому что я люблю животных больше, чем детей. Ну, понятно. А почему именно я им хотел бы помогать? Не обязательно же выбирать из людей животных. Но ты говоришь, я хочу помочь животным. Зачем им помогать? Ну, если есть такая возможность, как вы делите. Да, да, у тебя есть возможность. Но зачем? Нет, просто так ничего не бывает. Просто так ты даже не встанешь с кровати. Ты встаешь, чтобы поссать, пожрать, там, или пойти на работу. Никогда не бывает просто так. Так же и помочь животным. Тебе хочется помогать по какой-то причине. Подумай, зачем тебе им помогать? Что ты от этого получаешь? Чего мы не слышим тебя? Он просто в Кипре. Не, у него микрофончик как будто видно, открывается, да, а голоса нет. Ага, ну я просто держу кнопочку, но ничего не говорю. А-а, ты думаешь. Хорошо, подумай. Я приведу пример, пока ты думаешь. Вот смотри, я иду купаться в речке, в своей говнючке, да, возле моего дома, например. Есть речка, которая прикольная, там очень классная вода, прикольная такая. Но я начинаю купаться, и мне приплывает бутылка. Я стою на дно, да, а там разбитое стекло. И я, например, такая думаю, блин, вот я сейчас возьму деньги и пойду, или сама очищу, да, возьму и пойду, сделаю чистку речки. По дну пройдусь там каким-нибудь, на машину закажу, чтобы почистили мне речку, чтобы я там смогла купаться, и мне будет приятно. Мне будет приятно, что речка чистая, что там рыбки плавают, что я смогу купаться и не порезать себе ноги. То есть я делаю очень-очень полезную вещь, то есть я очищаю, люди там тоже будут приходить и тоже в чистоте купаться. Я помогаю рыбам не запутаться в сетях, да, например, то есть я кучу делаю преимуществ, просто взяв, очистив речку. Это помощь не животным, не людям, а, например, просто очистка какого-либо пруда. И все люди в шоке, там все красиво, всем нравится. Во-первых, я это сделала для себя, потому что я хочу купаться в этой речке, чтобы было чисто. А в другой я получаю еще бонусом, люди говорят мне спасибо, тебя хвалят за то, что ты, ничего себе, нам теперь тоже приятно купаться, да. И ты получаешь второй еще бонус, который тебе тоже делает приятно. Это пример того, как, ну, зачем вообще люди помогают для чего-то, что-то делают, что-то меняют. Они в первую очередь это делают для себя. Но когда я задаю вопрос, зачем, ты должен подумать и ответить, что тебе именно внутри, вот та вот, зачем такое. Когда ты помогаешь, что ты испытываешь? Что ты чувствуешь? И что это тебе дает помощь животным? Если у тебя есть такая возможность, там, миллионы долларов, и ты им берешь и помогаешь, там, им их лечат, их кормят, там, их чистят, они все здоровые бегают. Вот что ты чувствуешь, когда ты понимаешь, что это ты сделал? Опять загрузил. Саша, секундочку. Ничего, ничего, я не тороплюсь. Замечательно. Загрузила ты. Простите, простите. Ну, я тут для этого и нужна, вот, понимаете, все тут ходят, как бы куи пинают, да, а я тут пришла и такая, а ну думай. Чтобы чуть-чуть, это, погрузить людей. Приветик, что у вас тут за собрание? Мы отвечаем на вопрос, куда ты хочешь потратить свои деньги, которые нельзя потратить на себя? Помощь кому? Нормально, если только уметь просто чувствовать себя, да, разбираться в себе, зачем ты вообще делаешь какие-то вещи? Потому что иногда мы делаем вещи, понятия не имеем, зачем мы это делаем. И говорим всегда просто, просто захотел, но это же неверный вопрос, ответ. Ну вот смотри, например. Чату можно отвечать. Пойду я котиков. Ага. Всех котиков. Ага. Просто люблю котиков, потому что мне нравится. И есть у меня миллион. Значит, пойду я, беру много еды и буду ходить кормить всех котиков. Ага. Просто потому что я люблю котиков. Считается? Да, молодец. А теперь еще глубже. Почему ты любишь кормить котиков? Они тебе нравятся, но ты же можешь просто смотреть на них. И они тебе нравятся. Но когда ты кормишь, ты кормишь, котик кушает. Что ты чувствуешь? Котик тебе благодарен за это? Ты чувствуешь, что он благодарен? Или он просто жрет в наглую и уходит? Я не буду от него ждать благодарности. Угу. То есть я, я, я помогаю кому-либо или чему-либо, не ожидая ничего. Угу. Хорошо, хорошо. О, круто. Вот смотри, мы прям очень глубоко пошли. Молодец. Не, это здорово, да. Это оно, это оно. Ты недавно говоришь, что когда кому-то помогаешь, надо что-то для себя иметь с этого. Нет, нет, не обязательно. Нет. Мы для себя имеем то, что нам приятно помогать. То есть ты, когда ты кормишь кого-то, да, ты испытываешь уже приятное ощущение, и тебе этого достаточно. Тебе не нужно, чтобы котик к тебе в ноги кланялся или ходил, мурлыкал. То есть ты просто сделаешь добро. И если, конечно, он там в ответ тебе будет мяукать, да, ты там скажешь, ну, приятно, да, бонусом такой. Опять же, но тебе не для этого, ты не для этого помогаешь. Ты помогаешь, потому что тебе хорошо от того, что котику хорошо. Нет. Нет? Нет. Тебе неприятно от этого? Нет, я так не думаю вообще. Ага, давай, расскажи, как ты думаешь ещё раз. Иду я, значит, по улице и вижу бездомного кота. Да, вот представьте, он грязный весь, голодный, худой и мию делает. Ну вот, пойду я, получается, ну, вижу, что ему хренов. То есть я понимаю, что ему хреново потому, что по нему это видно. Как бы просто из-за того, что он кот, живёт на улице, ему хреново. Я хотел бы сделать так, чтобы ему стало лучше, понимаешь? И я пойду просто куплю ему еды, притащу ему еды, кормлю его, не знаю, спину куда-нибудь, там помою, в приют-то там, ещё что-нибудь. И я не буду испытывать приятные чувства какие-то, я просто буду, как бы, рад за кота. А рад – это неприятное чувство? Радость? Да. То есть ты рад, что коту теперь хорошо. Это разве неприятное чувство? Угу. Ну, приятное. Ну, ты говоришь, я не буду испытывать неприятных чувств, я буду просто рад за него. Хорошо. Это одно и то же, нет? Это как бы… Как это? Ну, это нормальное состояние радости. Правильно, да. Но разве не это мотиватор? Нет, нет, конечно, нет. То есть если бы тебе было плохо, ты бы всё равно помогал котикам? В каком плане плохо? Ну, например, смотри, ты привёл пример, то же самое, и ты говоришь, что всё хорошо закончилось. Ты увидел, что кота спасли, и ты шёл туда для того, чтобы просто помочь коту, потому что ему никто, кроме тебя, не поможет. И испытал чувство радости по дефолту. Но оно нечаянно получилось. Ну, ты просто рад, что коту теперь хорошо. Но шёл ты туда не с этой целью. Просто часть, как бы… Ну, она неотъемлемая часть. Хорошо, смотри. А теперь другой пример. Ты покормил котика, и тебе врач сказал, из-за того, что ты его покормил, он сдох. Его нельзя было кормить. Это кот был, который у нас был на обследовании, и мы ему выдавали специальные порции, которые не убивали его. А ты вот взял, покормил, и он умер. Ты испытал приятные ощущения или нет? Я бы сказал, из-за земля ему куком. Ну, ты бы потом в следующий раз покормил котика. В следующий раз подумал, подумал перед темой. Вот смотри, значит, негативные ощущения тебе отталкивают кормить, а позитивные ощущения подталкивают кормить. Не ощущения, не ощущения. Я не стремлюсь получить ощущения от чего-то. Ты не стремишься, но они получаются сами по себе. Ну, конечно, конечно. Я поняла, хорошо. Ладно, я больше не буду задавать таких вопросов странных. Ну, я поняла, поняла. Я тебя поняла, правда. Хорошо. Спасибо, что ты ответил и подумал так глубоко, в себя копнул. Типа, ты делаешь добрые дела, но они могут выйти боком, да? Ты это имеешь в виду? Нет, я хочу... Типа, подарил машину, человек сел в нее и врезался в стол, пробился. Или там инвалиду дал коляску, он перевернулся, башку себе разбил. Ну, как бы твоей вины нету в том, что ты сделал ему доброе дело. Ты сделал доброе дело просто так, от души. И, как бы, не ожидая, что что-то плохое произойдет с человеком, или там, типа, он мега счастлив будет, ну, как бы, ты надеешься, что ему это добро принесет, но ты не несешь ответственности, если это ему зло приносит. Ну, да, 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 ты прав. Да. Я просто пытаюсь, понимаешь, разобраться... Типа, ты делаешь что-то, как это называется, типа, неперманентно, безапелляционно, или какое-то слово есть такое, забываю все время. То есть, вот у тебя появился порыв сделать, вот, Лен, никогда появился порыв котов покормить, кормить, да, пойти по... Ну, альтруизм, да, но не совсем. Вот он идет и кормит котов там. Я хочу детям помочь, я иду в детдом и помогаю. Хочу кому-то что-то подарить, беру и дарю. Как бы, да, мы питаемся эмоциями, которые сами и дарим. Чем они добрее, тем и люди становятся добрее. И, возможно, там, ты кому-то сделал добро, он сделал. Это как вот, типа, рукопожатие. Там, передаешь, как бы, добро от одного субъекта другому. Если постоянно чего-то требовать за это добро, то это уже не добро, а какое-то, знаешь, типа, почесать свое эго, что ли. Ну, фиг его знает. Вот это хорошо. Есть люди, которые, типа, делают добрые дела, а потом из души, из желудка вынут, типа, а ты помнишь, я тебе вот добрые дела делал. Да, кстати, есть такие. Капец, я натыкался на такие. Вот эти ребятушки из Инстаграма, Интернета, которые снимают, как они делают большие пожертвования, помогают людям. Они просто набирают на этом просмотры. Сейчас, слушайте, про меня буду рассказывать. Про меня рассказывать, наживай все больше. Смотрите, что я пыталась, почему я к нему так сильно докапывалась. Вот Барбарос признал тот факт, что он это делает, потому что, ну, что это приносит реально позитивные эмоции. И тут я сужу по себе. Сужу по себе, поэтому я пыталась увидеть в этом человеке то же, что и я чувствую, а он этого не видит. Либо не видит, либо у него это отсутствие, потому что все люди разные, и я не могу ему навязывать свою точку зрения. Поэтому вот я тебе сейчас расскажу, что у меня происходит, когда я помогаю котикам. То есть, например, сейчас человек… Подождите, это что? Все, поздороваться, надеюсь, не поцеловаться. Я 500 раз теперь проверяю, что это не поцелуй. Какой-то страстный. Ой, что это меня заклинило? Алло. Ой, это же Алексей. Алексей. Добрый день. Господи. У меня сегодня… Как теперь остановиться? Я не могу остановиться. Привез мне бензин и как-то… Да, может, закончился. Добрый, хороший. Добрый, Алексей. Вот, Алексей, расскажи нам… Подождите, сейчас я расскажу историю, и потом я задам вопрос Алексею, потому что он не в курсе вопроса. Да, да, слышно. Алексей, Алексей, расскажи. А меня… Вот сейчас слышно меня? Сейчас, да. Я просто сейчас расскажу, говорю, свою историю, а потом я спрошу у Алексея вопрос, который я задаю всем. Нет, вот смотри, Алексей мне сегодня помог, он меня выручил, он мне привез, вот я здесь же… Зачем он это сделал? Давайте спросим, зачем он помог? Да, давай вот я его и спрашиваю. Он печатает только. Почему? Нет, он, да, он сейчас будет долго печатать. Ну, подождем. Ну, ладно, он пока пусть отвечает. Правильно? Пусть он пока пишет. Короче, что я хотела сказать. Вы меня перебиваете уже третий раз, это нечестно вообще-то. Негодяй. Негодяй, не говори. Сейчас еще кто-нибудь подойдет и перебьет. Когда я помогаю кому-то, вот я маленькая, помню, была, мне было 6-7 лет. Маленькие все эгоисты. Хорошо. И они все делают все чисто, с чистых намерений, искренне. Если они хотят кого-то плюнуть, кому-то они возьмут и плюнут, да, вы знаете, маленьких детей. Они все делают то, что хотят. И вот я вижу кошечку, да, и пытаюсь котенка, да, и пытаюсь его спасти и покормить. Первое у меня желание – накормить котенка. Он орет, у него плохо. Я его хочу погладить, потому что я хочу погладить, потому что это эгоизм, да. Я хочу гладить, потому что мне будет приятно гладить котенка. Но в то же время я это делаю, потому что мне кажется, что ему от этого хорошо. Когда я глажу котенка, я чувствую, что я глажу его, потому что ему нравится. Я получаю удовольствие, делаю ему приятное. Когда я кормлю котенка, например, молока ему наливаю, помню, маленького, молока, все молока любят. Я не знала, чем кормить, я их кормила молоком и мясо давала какое-то. Вот. Я вот им рыбу там таскаю, все, он ест, а я кайфую. Вот это удовольствие, типа, вау, блин, он кушает, он кушает, потому что я ему дала, вау, он сейчас наест, ему хорошо, ему будет хорошо. То есть моя цель сделать ему максимально приятно, потому что от этого я получаю удовольствие. И это вот человеческий эгоизм. Мы делаем приятно кому-то, мы помогаем делать что-то кому-то, потому что мы думаем, что ему от этого, ну, очень хорошо, сейчас станет. И нам приятно от того, что мы нужны кому-то, что мы приносим пользу и что, ну, мир станет реально из-за нас добрее. То есть мы приносим в этот мир что-то хорошее в надежде, что он станет лучше и нам от этого становится хорошо, приятно, внутри тепло, потому что это доброта, это любовь, это забота, это взаимное какое-то классное чувство, из-за которого мы делаем добро. И вот когда я задавала вопрос Нику, что ты чувствуешь, почему ты это делаешь, он отрицает, что он это делает, потому что ему от этого хорошо. Он говорит, я это делал просто, вот просто потому, что я хочу заботиться о котенке. Но он не хочет признавать, что ему реально от этого хорошо. То есть он это делает в первую очередь для себя потому что если бы котенку если бы он кормил и котенок бы рыгал от этого ему плохо он в конвульсиях бился он бы перестал это делать потому что ему самому стало бы неприятно видеть это и из-за этого чувства неприятно он бы перестал делать эти вещи даже если считал что это добрые вещи барбарос в это время он признал то что мы все делаем это за каким-то позитивным эмоциями то есть мы кому-то помогаем детям помогли эти дети потом выросли да он например барб представляю по задонатил деньги вылечил кого-то рак кому-то до ребенку и этот ребенок потом говорит смотри я научился кататься на велике а раньше я не мог у меня ножки не работали да теперь я вот все и барбарос представьте как ему кайфово и мощи не нужно было эти блага он мог уехать и все он типа сделал дело барда и гуляй смело ну блин насколько приятно видеть потом эти счастливые глаза да все он не желал обязательно благодарности но ему приятно и вот от этого приятно он боже кому еще бы помочь я следующий раз помогу еще пятерым детям детям потому что это так классно видеть их счастливые глаза он не ждет благодарности но это приятно разве нет я не навязала его я точно его просто глубже копнула и объяснила это благодарю я могу я могу чистосердечно признаться я редко долгосроки вижу тех кому помогаю вот есть максимум там по пальцам одной руки и посчитать человек которых я типа ну лицезрею их там типа так или иначе а в целом помог и помог что же за ним бегать дальше они не бегать просто я пример привела такой ты же можешь видеть сразу резкий результат ты кормишь котенка он поел и довольный он сидит и спит например хрюкает ну это же сразу мгновенный результат даже то что он кушает уже приятно смотреть что он кушает и насыщается что ему сейчас хорошо ты будешь блин я его накормил он такой классный все он теперь будет целый день сыт и елы-палы и тебе так классно от этого кормил рыбах да насыпаете им форма к паре потом сидите и смотрите как они ну да даже классно почему-то все люди до тащатся то когда они кого-то кормят ну не считая последнее время мужчин которые думают что женщины пришли на свидание чтобы пожрать у них почему-то испортилось желание кормить опять же почему потому что женщины они стали это не просто искренне потреблять и типа радоваться как котенок они как-то тоже имеет на это какой-то то есть они это не умеют искренне и кушать как котята давай проведем эксперимент какой эксперимент а я тут еще сейчас хоть разговора размышлял вот смотрите подождите секундочку меня кормят что-то рагу и стерлядь боже боже спасибо ты уже испытал эту эмоцию так ник продолжай прости что перебила давайте давайте возьмем такую картину как семья родители и дети родители как бы воспитывают 10 помогает здесь например как и сенью и так далее и так далее родители чаще всего испытывают негативные эмоции потому что не устаю потому что что ну да возможно иногда когда ты очень устала тебе нужно готовить ты просто заставляешь готовить себя для детей чтобы просто потому что надо они потому что тебе хочется но опять же я вспоминаю свою маму когда она мне привозила пакеты она работала в магазине и она иногда приносит еду домой и обязательно какую-то вкусняшку это на 80 процентов из 100 всегда мы бежали к ней радостно встречали с работы потому что мы ждали что она принесет нам какую-то вкусняшку это очень эгоистично мы не ее встречали мы встречали вкусную еду с одной стороны первое потом уже ее но она все равно знала это понимала это и радовалась что мы бежим заглядываем в пакеты а там какие-нибудь вафельки печеньки трянички какие-нибудь и она тащилась от этого это было здорово хотя она приходила уставшая с работы забавно у меня было один в один женщины потом не дают себя гладить некоторые собаки и кошки тоже не дают себе гладить они очень боятся людей ты ни разу не кормил кота или собаку дарьи который вообще не подпускает себе никого и тебе чё неприятно его кормить повтори пожалуйста не он говорит что еще обсудим а меня плохо слышно не не я просто отвлеклась чуть-чуть и поедет простите что делать вот с такими людьми которым вот помогаешь допустим один раз помог там или два они потом начинают наседать на тебя не помогать после этого это такое знаешь ощущение когда ты независимый человек независимый не от мнения нет вещей каких-то ты помогаешь человеку потому что человек начинает просить а можно ты мне еще поможешь а ты скажешь нет все нет и все отворачиваешь уходишь ты помогаешь только тогда когда тебе это приносит удовольствие и ты этого сам хочешь Если человек начинает просить и ты понимаешь, что это уже не принесет тебе удовольствие, ты вполне можешь сказать нет, я не хочу, я не могу И это должно быть искренне, это ты же искренне делаешь И ты должен осознавать, что этот человек, не важно, что он от тебя хочет, ты от этого не получаешь больше удовольствия И больше либо не помогаешь, либо даешь дистанцию такую, чтобы человек этот не привыкал к тебе И помогаешь только тогда, когда тебе это принесет тебе пользу, позитив Мне кажется. Hello, Kevin. Но опять же, сказать нет, это очень трудно. Трудно... Он одет у вас? Кто одет? Вот этот. Я. Одет. Но я в рубашке. Да, в рубашке сидит. В рубашке, да. А у него грудь видна. Если бы у меня был один миллион долларов, я бы помогла своим родным и близким, а также нуждающим детям, также добрым, добрым людям, которым вообще не имеем... Сделала сообщение. Но я поняла. А почему это так непонятно, почему? Вот, в общем, да, да, да. Что-то еще... Что? Все просто как бы. А почему кто-то хочет помогать людям, а кто-то вот животным? Это же не зависит от того, любят животных или любят людей. Почему некоторым приятнее помогать животным, а некоторым людей? Я думаю, это зависит от настроения. От настроения. Ты когда-то хотел бы помогать людям? Ну, конечно. Вот я вчера, например, помогал человеку. Кому? Кому? Кто это был тебе? Просто знакомый или родственник? Первый раз видел человека. Что ты сделал для него? Научил бы пользоваться гугл-картами. Посадил на фото, показал, как перехать... Взрослый человек наверняка какой-то, да? Да. Поняла. Я действую в рамках концепции теории игр с двумя ставками. У меня было свободное время. Два часа. Кто может два раза сожрать мою еду и не дать себя погладить? Чтобы их скоропать. Третий раз пущусь. Третий раз пущусь. Так вот ты, значит, получается, Дарьи даёшь еду, чтобы что-то получить от этого. Не просто эмоции от того, что ты кормишь. А ты кормишь для того, чтобы забрать что-то. Да, я... Нет-нет, я думаю. Думаю слух. А что вы скажете о людях, которые... Вот, например, человек кормит котёнка, да, и вот он... Котёнок сильно испуганный. Не даёт себя погладить. Он его кормит, а тот не даёт гладить. Ну, раз покормил, два покормил, три покормил, котёнок всё равно не даёт его гладить. Он говорит, ну и всё, я тебя кормить не буду. Что вы можете сказать об этом человеке? Зачем, по-вашему, этот человек кормил котёнка? А сейчас слышно меня? Ну, чтобы получить какой-то результат. Чтобы накормить котёнка. Так? Вот получается, ну, он кормит котёнка, да, чтобы накормить. Или чтобы что? Или чтобы погладить. Чтобы накормить. Но если котёнок не даётся гладить, он его кормить больше не будет. Он считает это как должное. Который ищет только выгоду для себя, помощи. Старик, слушай. А если это пример привести с женщиной? Вот мужчина кормит женщину на свидании. Кормит, кормит, приглашает её, кормит, кормит. А потом говорит, ну ты мне не даёшь. И он её перестаёт кормить. Это как вот, почему котёнка, котёнка, котят, люди кормят без каких-либо, ну как, чисто, да, чисто просто покормить. А женщину обязательно нужно эксплуатировать. В чём разница между женщиной и котёнком? Неужели котёнок намного возвышеннее, чем женщина? То есть это... Почему к женщине относятся настолько потребительски, а котёнку нет? Женщина всегда должна давать. Но котёнок тоже должен всегда давать гладиться. Он же котёнок, он же создан для того, чтобы его гладили. Ну да что, нет. Людей и животных сравнивать с нашей разговорной неуместно. Почему? Почему от женщины ждут, что она обязательно должна дать, а от котёнка не ждут? Потому что женщина дать человек, загумный. А от котёнка мы многого не ждём, потому что он котёнок, он не настолько интеллектуален, как и люди. То есть интеллект проявляется в дать после еды или не дать? Почему от женщины ждут, что она даст что-то? Погладить себя, поцеловать. А это признак интеллекта. Отличная парковка. Не хотите снимать локацию? Как-то припарковались вообще неудачно, да. Странная парковка. Хотите снимать локацию? Да, можно, просто нужно найти ещё людей, может быть, чтобы к нам присоединились в беседе. Очень интересно получается, услышать другие мнения. Там у нас в этом... Ну там, наверное, будет мешать люди. Там будут аптечками лечиться. Женщина, как котёнок. Нет, я кормлю, чтобы голодных котят стало меньше. Но я предпочитаю кормить тех, кто даёт себя гладить. Понял? А мне без разницы, я кидаю еду и ухожу. Абсолютно ничего не ждя, даст погладить, не даст. Даже не думая о том, сдохнет он после моей еды или нет. Я просто даю, потому что мне хочется его пускать. Да нет, кто-нибудь из вас, если EMS работает? Нет. Нет. О, вот какие-то студентки. Ой, я не могу ничего. Никто, я не слышно. Я понимаю. А то жмите хотя бы 10. На чём мы остановились? Ну ладно. Позови кого-нибудь. В России может кто-то продлить медкарту? Да, медкарту. Медкарту сейчас посадку. Ректальный анализ. Ну, понятно. Туда нам далеко не уходить. Нам нужно ещё какого-то собеседника взять, спросить его мнение. Ребята, есть у кого-то 5 минут? 5 минут на социальный опрос есть у кого-нибудь? Давайте социальный опрос. Давайте социальный, есть 5 минут. У нас тут дискуссия по поводу, кому в этом мире, кто в этом мире нуждается в помощи. Я. Я. Нет, например, если бы вам дали миллион долларов, и сказали, вы можете потратить на всё, что угодно, кроме себя. На что бы вы потратили? На кого? Именно в помощь. На благотворительность. На какую? Вот именно, кому помочь и почему? Кроме себя есть семья. Животным, которые в красной книге, ну, знаете, такие, которых мало. Ага, понятно. И этим, как оно. Ну, короче, полмиллиона туда и полмиллиона в этот. Привет, привет. Фонды детских домов. А почему детским домам? Ну, потому что им и так денег не хватает. Ну, а почему им нужно этим детям помогать? А тут мы им поможем. Есть у кого поесть? Я сейчас сдохну. Есть. Давай я тебя накормлю. Иди отойдём. О, спасибо. А с ложечки можно меня накормить? Так, грудью ещё попрати. Тебе хочешь? Блин, овощной смузи. У меня только барбароссово рагу. Ладно, я ему рагу дам и смузи. Ой, я ему 10 через день. А ты можешь сказать, я тебе не слышно просто. Контрол, да. Есть у кого-нибудь и да. Спасибо большое. Я могу коктейли. У меня коктейли есть овощные раздавать. У меня ещё 10 коктейлей. Я вот тебе скину. Скажи, как мне можно быть. Я последняя буква занят. Как мне можно быть. Я расскажи мне. Ты скину. Так, кто-то ещё хотел? Спасибо. Гражданин 20 сказать, нет? Или нет? Гражданин 445. Ответить. Ты не слышишь, Кристина? А, ответил, гражданин. Да, да, слушай. Да, я бы эти деньги потратил людям, которые болеют. Чем болеют? Какие болезни? Онкология, допустим. А почему именно им? Страшная болезнь. Это обидно вообще. Просто потому, что страшная болезнь? Да нет. Ну и потому, что просто всегда не хватает людям, которые такие заболевания. Никакая не хватает денег. Сборы какие-то. Я бы лям долларов туда бы. Но почему туда именно? Почему именно ты хочешь им помочь? Вот в чём вопрос. Почему именно они у тебя вызывают такое чувство, что им нужно помочь? Потому что у них денег. Но ты от этого что получишь? Нет, у них не то, что не денег. Просто у них нет возможности лечиться. Она есть, но понимаешь? А тебе зачем это? Ну так если ты говоришь, что я на себя не трачу, я трачу куда-либо. Да, куда хочешь туда и трачу. Но тебе зачем это надо? Чтобы им помочь? Помочь. Просто помочь. Не то, что зачем. Ну, ты искал выбор. Да, да. Вот им бы. Но ты можешь вообще ни на кого не тратить. Можешь выкинуть эти деньги. На самом деле, на самом деле помогать нельзя безвозмездно. Почему? Люди этого не ценят. Ну, а не обязательно людям помогать. Ты можешь помочь черепашкам. Дайте, короче, дайте мне скажу самую важную мысль. Смотри. Давай. Помогать никому нельзя безвозмездно. Люди этого не ценят. Правильно? Правильно. Люди должны зарабатывать деньги. Ты просто приходишь в квартал красных фонарей, снимаешь себе 10 шлюх, короче, на ночь и все. И ты уже не помог, вроде как и заработаешь деньги. Я задала вопрос. Не обязательно людям помогать. Ты можешь потратить деньги на то, чтобы очистить океан. Как тебе океан заработает на очистку? На науку надо. В смысле, рыбу продавать будет? Остальная фигня. Океан не будет продавать рыбу? Думаю, миллиона не хватит, чтобы... Ну, я грубо говорю, да, что мы можем потратить на все, что угодно. Но вопрос в том, как вы думаете, что именно в этом мире нуждается в вашей помощи? Вы можете понимать... И почему? На науку. На науку. Я считаю, что в этом мире в моей помощи нуждаются горячие студентки с унифансом. А, повышение, ну, можем, посмотрим, хорошо. Они нуждаются в деньгах, а не в тебе, разве нет? Они нуждаются в моих деньгах в моей помощи финансовой. Очень щедро. А зачем им деньги? Куда они их потратят? В смысле, студентки учебу противопротивляют. Прикольно. Думаешь, они не могут заработать себе на учебу? Без моей помощи нет, конечно. Почему? В смысле, почему? Ну, я просто тоже была студенткой, тоже работала, чтобы заработать себе на учебу. И мне хватило. Почему я не онлифансила? Почему нужно именно большие деньги для этого? Почему ты не онлифансила? Я имею в виду, что можно работать, поработать и заработать себе на учебу. А почему ты не онлифансила? Что? почему спрашиваю что почему почему наверно потому что я тогда не знал об этом да а если знала конечно пошла на ульфан я к тому что можно работать и обеспечивать себе учебу еще еду так он для фанс это работа слушай сосать тебе член это работа тоже ты про если что стоять возле камеры и жопы трясти тут уже работа ты это делаешь не потому что ты это хочешь делать потому что за это платье что нет я не хочу работать не спасибо мне это хорошо у него работа очень приятная смотри он предлагает просто удовлетворить его как как-либо сказочные деньги сказочные миллион долларов ты вообще не похож на того кого деньги так я похож судя по голосу теперь еще дают деньги то есть может у тебя не есть но тебе наверняка их дают смысле кто мне не зарабатываешь ты можешь зарабатывать не особо большие не может в рот дадут подожди он зарабатывает подожди он зарабатывает пятерочка сто рублей четверочка ой спасибо за тысячу нет мне даже за это не дают мне сегодня перевели 307 нет вчера мне перевели короче на карту 300 рублей от какая-то ситора за вот так вот ситуация на денежки получил да 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 на что ты его дам чтобы она со мной играла мне интересует человек который сказал что в науку хочет вложить деньги дело это был ты расскажи пожалуйста почему можно не перебивать пожалуйста мы сейчас услышим про науку тебя никто не перебивал какой а если они будут научить научить она в итоге ни к чему не придут это что значит будет через тернии звездам знаете пока изобрели водопровод тоже много времени прошло да но есть вещи которые так и не остались никто не говорит что собственно говоря какие-то наши действия вообще принесут какой-то эффект тогда логики нет но попытки нет попытки это делать смотри ты говоришь я не хочу людям помогать потому что это неблагодарно то есть ты не видишь выгода я считаю это бесполезно бесполезно то есть пользы нету смотри не благодать не пользы для них никого ни для кого пользы нет смотри ты помогли если я вам подарю автомобиль или вот вот этому студенту который 300 рублей сейчас получил подарю автомобиль дорогой что он с ним сделает будет кататься радоваться я его продам и отдам на благотворительность подожди смотри какой катик я ни разу там не был подождите дайте мне вопрос задать смотри ты не хочешь помогать человеку потому что не видишь в этом никакой пользы но в то же время ты готов помочь ученым найти какую-то вещь от чего-то но которая тоже может не принести никакой пользы ну что-либо спроизвести там водопровод тоже может окончиться ничем правильно может значит то есть ты готов платить за перспективу возможность того что это принесет людям пользу а если ты купишь человеку машину и этот человек будет просто самым счастливым человеком на свете и это в данный момент уже приносит ему пользу и каждый день садясь в машину это будет это не счастье это не пользу для человека просто счастливить человека это не польза да это очень интересно какой бы ты был хотел бы чтобы ты вот например тебе сказали вот у нас целая лаборатория чтобы в какой бы корпус вы бы хотели свой миллион долларов за донатить чтобы он развивался вот какая-то вот там что-то вылечить или что-то произвести такое допустим в космосе не знаешь вот есть какие-то идеи вообще на чтобы ты задонатил например на науку в рамках образования ухты например например если у нас возьмем какой-нибудь институт проспонсировать какую-то стипендию вот это для примера чтобы они лучше люди больше стремились к учебе да ухты перебил опять нас да он просто злится что вы перебили он такие хорошие мысли вообще закатывает как они занимаются как раз таки охране вы вчера патрулировали город трассу очень долгое время понятно понятно а что не к я привел а можно я так договорю с молодым человеком образование да сейчас все я последний вопрос задам и вы там уходите куда надо в общем это значит в образование а если какой-то сфер обра например это будет а медицина или респруденция или какой-то вот если какие-то идеи куда бы лучше всего бы ну вот институт поднять но да да понятно история а почему история медицина как-то логично они знают люди которые не знают своей истории а чё там в пд нового пока ничего да ладно интересно история или медицина да спасибо очень умная мысль очень спасибо что ответили на просто после недавнего интервью одного очень известного журналиста у одного известного очень президента вложения вложения в истории крайне уместны а ну-ка расскажи почему мировая общественность была в шоке и в восторге одновременно помнишь там какую-то основную мысль ну что человек полтора часа рассказывал историю своей страны и от ее создания до текущего момента многие так умеют ну да не многие ну это в тема вот что типа человек не знающий историю своей страны или своего рода как может быть влачет жалкое существование какое-то никчемное а как ты думаешь вклада в историю он лично не сделает потому что он ее не интересуется а как ты думаешь как влияет история на будущее человечества почему его так важно знать ну как она влияет на будущее непонятно но вот на прошлых ошибках неплохо бы учиться там на каких-то там вот это да вот это мне нравится основная мысль мне кажется зачем нужно знать историю и так далее чтобы не повторять таких ошибок соответственно каждое следующее поколение будет отталкиваться от предыдущего поэтому знание истории это немаловажно круто я буду перефразирую вашу мысль ну-ка надо извлечь урок из прошлого у нас получается не отвечал не история это значит что вскрыть больше факторов каких-то больше событий произошедших каких-то прошлых кто-то смотрю речь кандидата куда-то чтобы понимать каких ошибок не надо совершать в будущем вот это и есть вложение в историю а вот этот гражданин 350 а вы бы куда вложили бы свой миллион долларов если бы можно было бы потратить на все что угодно кроме себя хороший вопрос я бы наверное отдал кому зоопарку зоопарку зачем который ну не знаю я очень люблю животных есть животные которые сейчас может быть у них много видов а завтра уже все их не будет это вот как типа в красную книгу нам мальчик один сказал я бы вложил животных которые в красной книге да там занесены а почему ты считаешь что этих животных нужно спасать зачем они вообще миру нужны если они вымирают ну так природа осознанно ну например эти динозавры вымерли и их никто не спасал может быть это их лучшему иначе бы они нас ели никому было спасать ну всегда интересно для меня посмотреть что новое посмотреть новых зверушек новые виды это ведь интересно познавательно для себя ведь хорошо то есть ты бы вложил в зоопарк чтобы там были больше разнообразных видов чтобы за ними хорошо следили чтобы люди могли приходить и знакомиться с животными вот так вот воочию да ну чтобы животные жили комфорте чтобы у них у каждого было свое реал обитание им клетки большие правильно не то что клетки заповедники аж прям вообще не хочу чтобы у нас животные держали как бы даже силой но вот какой-нибудь зоопарк такой где вот люди могут животными контактировать то есть животные будут с людьми хорошо взаимодействовать ну а где вообще животные с людьми хорошо взаимодействуют ты взял такие какие-то заповедники ну да например например ох не знаю в дубае есть вот такой заповедник где прям можно с тиграми полежать вместе дааааааааааа ух ты где такое я хочу тудааааааа Ребят вы знаете где такое есть там прям называется контакт потому что там важно покормить всех нет ну контакт не видел но что бы с тиграми тебя тигр съест ты слишком вкусно Ммм мм я хочу тигра повнимай Мать! Я тоже на вакуину. Я думала, это какой-то кений. И вот ещё, к примеру, в Дубае есть тоже большой зоопарк, где животные, у них очень много местности, они могут там бегать, жить в настоящей среде, но им люди, если что, помогут, то есть не дадут сдвигать. Прикольно. Хорошо, спасибо. Я сейчас пока что патрулирование черта города. Спасибо за вашу цель, идейку. Неплохо, неплохо. Так, мы уже у всех спросили. Вот этот вот 445-й гражданин отвечал на вопрос? На счёт? У нас тут вопрос, если бы тебе дали миллион долларов, на что ты ответил? Онкобольных. А, на онкобольных? А почему? Ну, я уже задавал тебе вопрос, почему, и ты уже отвечал, да? Ну, типа того, я сказал, что просто они... Нуждаются, просто им никто не может помочь. Ну, и могут помочь, но они быстрее помрут, чем помощи дождутся. Если бы мне дали миллион долларов, я бы просто купил бы свои замечательные собачки, новый особняк, новую машину бы и кормлю в мешок, и всё, и кайфовать. Гражданочка. Понятно. Я сегодня от вас документы дождусь. Это из-за маски вы так её любите? Да. Уже третий раз к ней подхожу. Максим, иди в баню. Максим, иди в баню. К тебе я не буду с маской придираться. Блин, у меня нет маски, кажется. Я эту маску подсунул ваш коллега, попросил надеть. Вот она надела и ушла в себя. Её подставили. Все вопросы к вашему коллеге. Негодяй какой. Ладно. Девушка, вот это вот. Девушка, а можно вас вопрос задать? Куда бы вы потратили миллион долларов, если бы вам дали и сказали, можно тратить на всё что угодно, но не на себя? Я говорю, купить свои собаки. Да успокойся ты, это наебалово, не надо лезть сюда. Ты девушка? Ну, во-первых, на гуманитарные фонды. Ага. Это что такое там? Это что значит? А также на, соответственно, помощь больным. Подожди, гуманитарные фонды, это как раз и есть помощь больным. Нет? На благотворительность, в общем. Ну, благотворительность чего? Чтобы дельфинов спасали, чтобы людей спасали, чтобы кошек спасали, чтобы собак спасали. Что вот так вот? Подождите, меня слышно сейчас? Проснись, документы просят. А, блядь, девушка, это я просто у меня не работал, микрофон. Дрожданочка, 3.3 процессуального кодекса. Блин, я разговаривала само собой. Подъявляем вот мое наше место. Взяла документы для ознакомления. Сейчас надо ознакомиться. Хорошо. Кристиан, я тебе жену нашла. Все, я пошла. Нет, 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 подождите, девушка. А вот. Я еще вопрос и уйдете. Давай в наручники повезли в ЗАГС. Вы сказали на благотворительные фонды и там всяким, всем помогать. Да? В наручники, давай в ЗАГС повезли. Блин, меня слышно или нет? Это превышение полномочий, не имею права. Я разрешаю. Меня слышно или нет? Нет, не имею права. Я разрешаю. Не, меня не слышно. Превышение должностных полномочий. А сейчас меня слышно? Все, иди в баню. Сейчас слышно. Гражданка 364, которая вот свела пару прекрасную. Да. Я просто добью вопрос и отпущу вас. Вот это вот благотворительные фонды, там они очень-очень разнообразные. А все-таки на что именно хотелось бы потратить деньги? На какую сферу? На животных? На людей? На очищение там территории какой-то? На животных. На все? То есть, чтобы они сами распределяли? Да. Все, я поняла. Спасибо. Пока. Все, идем в ЗАГС. По-моему, вы немножко местами попытались. Так, ну вот, как бы да. Короче, интересно получается. Это, наверное, очень лениво тогда сказать. Я дам деньги в фонд, а пусть они там сами решают. Потому что вообще пофигу. Легко пришли, легко ушли. Ты же предлагаешь ситуацию, что ей их тоже дали. Ну да. Ну просто интересно. Может быть, если бы это был реальный миллион долларов, она бы задумалась, да? А сейчас пока-то вот тут спрашивают, скажут, да, отдала, пусть там разбираются. Вот в чем дело. Ну, типа того. Но все равно нет ничего плохого, потому что мы просто размышляем. Ты, походу, задумался сейчас весь день размышлять. И ты знаешь, что очень сильно помогают размышлять. Если вот очень хочется подумать о чем-то. Я услышала это, и мне очень понравилось. Когда ты что-то делаешь, не важно, что важно или не важно вообще, задаешь себе вопрос, зачем. Потом еще раз вопрос, зачем. И потом еще раз. Три вопроса, зачем. И ты в основном докапываешься до очень-очень глубинных мотивов, зачем ты это действительно сделал. Это, типа, вот ты пьешь чай, да, зачем. И пошло. И так любые вообще вещи, там, зачем ты зашел вот в Лос-Антос, да, зачем. И три вопроса, зачем, только отвечаешь честно и сам себе. Очень интересно получается. Иногда ты доходишь до таких вещей, что думаешь, елы-палы. Три вопросов подкинуть из насущного. После зачем, типа, почему. После три зачем, почему. Да. А потом еще, может, вариант такой, а как. Как. В общем, это выносит тебе мозг на час, наверное. Можно на неделю зависнуть. Ну, на неделю вряд ли, но… Страшно представить последствия. Но это действительно… То есть ты перестаешь отвечать сам себе на вопрос просто. Вот это самый ужасный вопрос, точнее, ответ, который никому никакой пользы не приносит. И когда человек реально даже сам себе отвечает, это просто. Ты пошел там, не знаю, девушку пригласил на свидание. Зачем? Просто. Все. Это просто ты… Ты как амеба живешь. Если ты отвечаешь сам на себе, на все вопросы… Да просто. Просто так. Захотелось. Вот. Это поверхностное отношение ко всем вещам. Поверхностное отношение вообще с людьми без задавания этих вопросов. И так кажется, как будто ты живешь просто как этот… Как слезняк. Жрешь, срешь и играешь. Вот. Самоуничтожение? Почему самоуничтожение? Ну, окей. То есть ты говоришь, если не задавать себе такие вопросы, значит, ты живешь как амеба, так? Ну да. Ты знаешь, ты просто поверхностно, вот как собака. Жрет, срет и гуляет, все. А мы люди разумные, мы можем понять, зачем мы срем, зачем мы жрем, зачем мы к этому человеку пошли, понюхали жопу, например, да? Ну и с точки зрения собаки. Я думаю, что есть люди, которые… Самоунижение? Часто не разбираются, не хотят разбираться в своих поступках. Потому что им страшно понимать их причины. Да, да, да. Иногда, слушай, иногда я думаю, что это… Ну, не нужно даже в некоторых ситуациях… Например? Понимать тебе, зачем ты это делаешь. Почему? Почему… Почему… Почему есть такие ситуации вообще? Ну, как бы, есть ситуации, которые… Есть действия, которые ты выполняешь регулярно. Правильно? То же самое посещение туалета, там, умывание, какие-то примитивные вещи. Ты же не думаешь, что они каждый раз когда их делаешь? Их делаешь уже на автомате после какое-то время. Правильно? Ты про такие вещи? Ну да. Ну, опять же, просто… До них просто легче дойти. Зачем? Тут же… Зачем ты какаешь, да, в туалет ходишь? Ну, я хожу, потому что у меня есть физический инстинкт, да, такой… Это же интересно, ты представляешь, если ты докопаешься до глубины, как этот процесс происходит. Ты поглощаешь пищу, которая дает энергию, потом эта пища переходит через желудок. Ты идешь, гуглишь, как именно образом она растворяется, в какие отделы кишечника она попадает, что только кишечник, а сколько вообще отделов, а сколько длиной кишечника. То есть ты, когда пройдешь весь процесс, как, зачем ты какаешь, ты, блин, ты станешь таким, ну, прошаренным в этом деле. То есть если прям очень-очень углубиться во процессе… Ты можешь… Вам это и дело. Когда человек ничем не интересуется, не как происходят у него процессы в организме, откуда текет кровь и что это такое кровь, в каких она элементах состоит. Человек, я так считаю, человек поверхностный, они просто живут и наслаждаются жизнью, не интересуясь ничем. То есть можно, конечно, углубляться только в одну вещь, например, в кровеносную систему и сильно ее изучить. И ты будешь гением кровеносной системы, а всем остальным тебе не интересно интересоваться. И, в принципе, это нормально. Но когда человек хотя бы чуть-чуть интересуется, вообще, чем он дышит, зачем он дышит, что такое легкие, а что будет, если в эти легкие вдохнуть сигареты, а что будет, если ты всю жизнь будешь дыхать. Ну, то есть отвечать на вопросы, зачем, как оно происходит, это же интересно. И можешь найти какие-то вещи, которые тебя потом зацепят, и ты в них углубишься и пойдешь работать, например. Блин, я думаю, вот выяснять, зачем, какать, не стоит. Потому что можно повторить историю людей, которые, ну, это в основном тибетские монахи-девственники, которые пришли к тому, что, типа, сохраняя энергию, типа, не вступая в интимную связь, там, и не это, типа, они становятся сильнее, мудрее, там, и так далее. Ну, блин, а так ли это? То же самое. У меня в Ямлевске всегда такие разговоры, я не пойму, всегда тяжелые какие-то дискуссии. А потому что я люблю такие разговоры разговаривать, и докапываюсь до людей, потому что люди достали со своими быдло вот это, которое ничем не интересуется в жизни. И мне интересно поговорить с людьми, которые тоже хотят это обсудить. Вот. Да нет, как не подъедешь, там, такие дискуссии, не знаю, вам тут в мейл ехать и предлагать. Ну. Да, вот так. Вот так. Можно вопрос. Кто тогда вон там о собачках разговаривает? У меня вопрос не по теме и вообще не такие сложные вопросы. Хорошо. У меня такой вопрос, потому что я давно не играл, как через лаунчер сделать подтверждение входа? Где его найти, блин? Я просто… Ну… Ребят, помогайте. …помогите мне, пожалуйста. Внизу слева написано «вход», нажать на кнопку… Не, я знаю, в IT типа я все ввел, получается, правильно, а там мне, получается, подтверждение входа во что сидит, типа, введите циферки. Откуда их взять? На почте, наверное. Нету. Скорее всего. Нету. Я искал. Капча там, может быть, нет? Нету. Вообще ничего нету, чтоб я понимал. Олеся, ответь там на вопрос. Тогда я не помню. Зачем ты интересуешься, на что бы люди потратили миллион топор? Ну… Планируют миллион потратить? Нет, я просто хочу понять, на что у людей… Ну, что у людей в приоритете, почему они помогают людям? Почему они помогают… Вот я, например, пытаюсь этим самым разобраться в себе. Я очень люблю помогать животным. И вот сегодня, например, я через час выезжаю в приют, в один приют, чтобы пойти потискать собак, покормить их там, вот, лошадь там в приюте есть. И я думаю, интересно, вот я хочу помогать животным, но не хочу помогать людям. Почему? Почему у меня нет желания помогать? Почему? Некоторые люди хотят помогать только людям. Вот. А давай начнем с того, что… Подожди, я отвечаю ему на вопрос. А потом ты задашь. Хорошо, Бар? И вот осознание себя, чтобы… Я не понимаю иногда, почему я хочу помогать одним, а почему хочу потом помогать другим. Иногда я хочу помогать людям, но если они этого реально, я чувствую, заслуживают. Потом я начинаю думать, почему я хочу помогать только женщинам? Потому что они нуждаются в этом. Мужчинам я не хочу помогать, потому что у них есть руки и ноги, они могут заработать. Если помогать мужчине, он становится слабым. То есть я начинаю задавать эти вопросы, думаю, господи, если я буду задавать, я сойду с ума. Интересно, а что люди по этому поводу думают? Потому что действительно очень-очень много нюансов, почему я помогаю каким-то определенным собакам, или почему я помогаю определенным людям, Почему я не помогаю определенным собакам или людям? И я, чтобы ответить на эти вопросы, мне иногда действительно дня мало. Вот. И я интересуюсь, как люди на это реагируют, что для них важно, что для них ценно, чтобы найти ответы где-то в себе. Почему я это делаю? Вот. Это все, конечно, круто. Ну да, ребят, я на руле поярю. Я руль подключил. Молодец, четко. Ну ладно, ничего. В натуре классно. Барб, теперь ты задай вопрос. Он хуярит, на руле охуярит. Бывают такие темы, а бывает тот, кто на руле охуярит. Я просто хотел тебе наводящий вопрос. Ага, давай, говори. Вот ты на незнакомую аудиторию озвучь, почему ты помогаешь именно животным? Потому что я получаю удовольствие от этого. Я в самом начале сказала, почему я вот, ну с детства у меня такое. Я вот реально хожу и я вижу, я так люблю всех покормить. Всем люблю что-то сунуть, всем погладить, чтобы им было хорошо. Мне хочется делать приятно вот этим маленьким существам, особенно тем, которым некому помочь. То есть если я вижу, что кошка, она дома, мне почему-то нет желания помогать. Когда она хорошая, ухоженная, накормленная. Вообще я не получаю удовольствия, если я буду кормить животное, которое вполне себе достаточно хорошо живет. Но как только я вижу вспомощность, что этому животному никто не может помочь, кроме меня. Вот у меня иллюзия такая, да. Понятно, что если я пройду мимо, пройдет еще пять человек, и какой-то еще захочет покормить, да, например, или взять домой. Но мне кажется, что никому нет дела до бедного котенка, который умирает. Мне кажется, что никому нет дела вот до, когда лапу сломала или там сбила собака машину какую-то, она лежит там, дергается. Я понимаю, что никто, никому вообще никто не может ей помочь, кроме меня. И у меня срабатывает инстинкт такой, боже, я спасатель, я сейчас помогу и сделаю себе хорошо. Я делаю в первую очередь, чтобы мне было хорошо, потому что я реально вижу, когда страдания, мне плохо. Получается, я, когда я сделаю кошке приятной или собаку спасу, мне станет хорошо, я удовлетворю свою потребность в эгоизме. Я сделаю себе хорошо за счет животного, потому что я буду рада, что у него все хорошо. Вот. А человеку я не люблю помогать, потому что я понимаю, что у него есть руки и ноги, он сам себе поможет. Я не помогаю даже коллегам, у которых вот они сидят на инвалидном кресле, да, и просят милостыню. Я не помогаю, потому что у него есть мозг, сука, у него есть руки. Он может пойти, выучить программирование и работать, а эта ленивая тварь просто сидит и нихуя не делает, вот. И меня это бесит, меня бесит люди, потому что у них есть мозги, у них есть интеллект, и они могут взять все-таки и заработать. Даже есть чувак, который миллионы заработал, который даже руками толком двигать не мог. Он мозгом, сука, заработал деньги. Если ты тупой, это твоя причина, иди учись. А кошки и собаки, они не такие, у них нет интеллекта. У них нету вот этого, нету, как сказать, ну, то, чем награжден человек. Они глупые, они маленькие глупые существа, которые нуждаются в человеке иногда, потому что они живут в человеческом мире. И кошки сейчас лишены мышек, да, тех же чаще всего, потому что люди все почистили, все потравили, нет крысок, нет мышек. Они могут максимум птичку словить. А если человек убил маму кошки, как маленький котенок выживет? Это все из-за человека. То есть животные сейчас, уличные которые, они нуждаются в человека, потому что мы, люди, нарушили им их ареал обитания. И если человек нормальный, он, конечно, может взять кошку и сам ее там гладить, дома кормить, это хорошо. А если он ее выкинул, потому что она на стола, он ее не понял, он его кормил-кормил, он не показал, как ему зарабатывать кошки, да, не показал, каким образом он может ловить птичек, потому что, ну, то есть... О, Натали, привет! Я помогаю животным, потому что, мне кажется, им никто не может помочь. И я получаю тут удовольствие. Вырвешь у хуйню! Нужно создать приют, обучаясь животных добывать еду. Тогда нужно уничтожить людей, чтобы они были в естественных условиях, да. То есть, мне, допустим, не жалко животных, которые вот в дикой природе, да, их там убили, они там... Неприятно, да, когда там рождается какая-то антилопа, да, у него слабенькая ножка сломана, и ее сразу съедают. Ну, я нормально к этому отношусь. Но если я вижу, что у бедного олененка убивают родителя, и этот олененок теперь без защиты, я ненавижу людей, и хочу помочь оленену убилу. Ребят, ребят, вы, конечно, крутые, а я на руле хуярю. Да, согласна, у Каина, люди тоже источники беды. О-о-о, к нему, приставайте к нему, да. Еще 20 минут, предупреждение сотрудника УСС. Обыски на территории ЕМС, промо... Так, я покушаю, мне Барбарос там дал еду, и я съел, у меня... У меня стерлик есть. Ну, не меня, будет задержан. И смузи выпей, а то я сейчас с голоду помру. Че? Болим. Если будете еще раз говорить, будете... А я на руне... Стерлик-то как обчего-то. На гриле. Я ваще на смузи, чтобы жопа не жирная была. Продолжаем. Продолжаем, да. Я ответила на вопрос, мне кажется, тот и другой. Про прошлое. То, что из прошлого мы должны извлечь урок, что-то такое. И то есть не повторять ошибок прошлого. Они используют... Мне кажется, кошки ничего не используют. Они абсолютно естественные. Они делают все, что хотят, как дети. Ник, ты если что-то говоришь, то мы тебя не слышим. А что в этом непонятного, что ошибки прошлого не совершать? Ну... Я человек, который мыслит немного нестандартно. Я пытаюсь найти подвох везде. То есть как будто, если мы совершим ошибку прошлого сейчас, то может даже эта ошибка приведет к чему-то более лучшему. Мы принимаем уже инстинкт это. То есть если была ошибка совершена, мы ее не должны повторить. То есть ошибка приведет к чему-то плохому. И вот мне почему-то кажется, что не всегда ошибки ко всему плохому приводят. Если мы совершим опять же какую-то ошибку из прошлого и повторим ее, она может привести к чему-то ведь более лучшему. Логично. Прошлое намного другое, чем нынешнее. Мы цифровой век. Тут уже компьютеры, телефоны, гаджеты, все. В прошлом этого не было. И поэтому было намного все по-другому. Да, все обстоятельства меняются. Прошлое сейчас может быть даже как ответ на вопросы будущего. Да, это как эффект бомбы. Хорошо, я тебе пример приведу. Сброшенные на Хиросиму и на Гасаки ядерные бомбы. Это ошибка человечества в прошлом. Стоит повторять такую ошибку? Ну я же немного говорю о том, что некоторые ошибки, так скажем. Не все ошибки приведут к чему-то хорошему. К плохому, в будущем приведет к чему-то хорошему. Например. Я могу даже привести с той же Хиросимой. Например, взять эту, как ее. Смотри. Просто из-за этой фразы у меня появились мысли такие. Я же не говорю, что есть какая-то ошибка, которая 100% чему-то приведет к хорошему. Просто я объяснил свою мысль с фактом того, что мы живем в другом веке, который отличается намного от прошлого. То есть, можете чтут те ошибки, которые мы прям очень сильно принимаем. То есть, ошибка, ошибка, которую повторять нельзя. Хотя, если мы ее повторим, возможно, она ошиблась к чему-то хорошему. Вы матерились. Вы матерились в общественном месте. По момент карты. Надка. Ты не считаешь это правильным, Барб? Что, возможно, некоторые ошибки стоит повторить два раза? Ну. Ну, и типа ты повторишь ошибку два раза, и в три раза, в десять раз. На сто-пятисот раз она приведет к чему-то хорошему. Или что? Ну, почему сразу линтрирует так? Может, на второй раз? Например, Хиросима скинута на первый раз, уничтожила мобильный? Я, короче, сейчас прежу, я его штраф. А второй раз она скинулась, да, на какое-то, где люди уже, оказывается, привыкли к этой радиации. Например, адаптируют, я не знаю, мало ли что-то. И они стали более адаптированы вообще к выживанию, к будущему миру. И стали уникальными людьми, которым генетически теперь хрен вообще какая радиация посветит. Они могут спокойно плавать по космосу. Хер знает. Мы же не знаем, чем это может закончиться. Ну, просто я представляю какой-то фантастический пример, но кто знает, чем повлияет вторая Хиросима на тех людей, которые уже первую испытали? Из того, что мы знаем, конечно, это всех убьет нахер. А, вы типа выжили, давай добьем. Не то чтобы выжили, они теперь просто стали какими-то мега-людьми. То есть вторая Хиросима какая-нибудь, например, она может генетически мутировать, мутировать, я правильно сказала, ген какой-то нас, да, что мы станем вообще каким-то неубиваемым. Или будем жить 200 лет по каким-то непонятным причинам. Вот космос, там, планеты встали, и в это время Хиросима, и Хиракс человек просто какой-то мега-крутой становится. Или уничтожает. Все, кто испытал второй раз Хиросиму, у них больше никогда не бывает рака. Мы же не знаем, чем это может закончиться. Я думаю, что этот человек имел в виду именно такое. Мы никто не знаем, чем вторая ошибка может закончиться. И она не обязательно может закончиться плохо. Мы ничего не знаем. Ну, вы мы мысль смогли как-то распутать. Она тоже нестандартная мысль. Смотрите сюда. Я считаю, что люди учитывают последствия после добычных ошибок. И как бы больше стараются не повторять. Потому что последствия... Раз. Но если смотреться на научную точку зрения... Открытие чего-либо... Лесе радиации всегда негативно. Открытие последствия. Ты знаешь, что все генномодифицированные продукты, которые мы кушаем, даже включая банан, эта генномодификация может раздаться за счет радиации. Маленькая радиация меняет генетический ген, и ты уже можешь получить совсем другой продукт и очень крутой. Этот продукт не несет никакой радиации. Он просто изменен. Генномодифицирован. И бывает это реально только за счет радиации. За счет радиации вылезает две головы у животных, например. Кто знает, как мы можем измениться? Вообще наше тело может измениться под радиацией. Может быть, в лучшую сторону. Может быть, нам три руки будет намного удобнее. Мне постоянно третья рука нужна, чем две руки. Мы не можем никогда в 100% предугадать действия. То есть, к примеру, есть то, что... Ну вот можно ситуацию просто сдать, акценку, сделать, просто спросить человека, мужчине, женщине, он скажет, что это в 100%. То есть, вы понимаете, вот так вот можно тогда предугадать. Но вот предугадать то, что последствия будут столь печальные... Отлучусь на две минуты. Я скоро подойду. Вы общайтесь пока. Хорошо. Окей. Вот предугадать все последствия, которые могут произойти. То же самое вот с Хиросимом. То есть, к примеру, люди там стали какими-то необычайными, крутыми. Мы не можем предсказать то, что еще что-то плохое произойдет. Может, это только к лучшему приведет. Может, мы выявим новые тоже самые сорты растений, которые приучились к радиации, но не выделяют кислород. Может, мы выделим какую-то новую воду, которая тоже в радиации, если облучиться, то мы все равно сможем ее пить. Она даже станет пресной с помощью радиации. То есть, последствия могут быть в любом случае даже все хорошие, но мы не можем это даже никак предугадать просто. Хорошо. Смотри, я сейчас думаю о чем. Вот есть же точные науки, правильно? Точные науки. То есть, такие быстрые примеры, это то, что создано, рассчитано с помощью, например, физики, биологии, структуры, генов и так далее, химии. Вот все эти точные науки. Человек как бы строит что-то, какой-то механизм. И он его запускает, как через всегда, оно работает. То есть, и человек может предсказать, что будет, если он запустит механизм, который он построил. Максик, опять ты? Рассчитав всякие вот эти точные науки. Не знаешь о чем? Максик, опять же. Максик, опять же. И взрыва атомной бомбы? Как атомной бомбы? Ну, это самый грубый пример, как бы, один из жестких, одна из жестких ошибок человечества. Можно более лайтовые взять, да, но все равно, как бы, нет никакой логики в том, чтобы делать то, что в прошлом привело к какому-нибудь глобальному ухудшению. Максик. Будь то, там, перекрыть, там, русло реки, будь то, там, вырубить лес в каком-то регионе, там, или перестрелять всех животных определенного вида, там, не знаю, какие-то растения выжечь, там, типа, где-то, там, пшеницу или кукурузу уничтожали. Потому что были какие-то вредные насекомые, там, или что-то, а потом в этом регионе вообще перестала расти, там, эта культура, то есть, как бы, вот, да, такие вещи, как бы, делать повторно, надеюсь, что авось в этот раз пронесет, мне кажется, нелогично. Ну, конечно. Ну, просто тут было выскажено, что там на второй, на третий, на четвертый раз, может быть, что-то хорошее произойдет, но, блин, чудес же не бывает, это как только надежда. Ты же не будешь биться головой об стену в надежде, что что-то поменяется, может, у тебя там что-то станет по-другому в голове, и ты изменишься. Нет, ну... Ну, головой об стену, это как в шестеренках покопаться-то. Я же объясняю, матушка природа не пресказала, и мы можем получить другой результат. Результат. У нас много технологий, много заводов, мир загрязняется, и природа меняется тоже, она подстраивается под нас, но при нас ты не дайгут. И то есть, вот этот самый же жестокий племян возьмем, то, опять же, природа может повысить себя по-другому. Я думаю нестандартно, я не думаю насчет того, что все пойдет по-плохому. Я объясняю то, что вот ошибка прошлого может привести к чему-то хорошему, но даже не с первого раза, если мы ее попробуем повторить, то все равно с третьего может даже получиться. Ну вот, я все же пытаюсь... Так, как я поставила блинчики жариться, вы мне напомните через 2 минутки, чтобы я их перевернула. Из них мы все равно извлекаем урок. Но мы можем этот урок... В таких случаях, говорят, очки бы розовые снять. О чем дискуссия? Ну-ка расскажите самое интересное, что вот тут я пропустила. Вот тебе про загрязнение природы, да? Ну как природа подстроится под то, что человечество ее загрязняет? Да, там в перспективе, там через 100, 200, 500 лет она там типа реинкарнируется, там регион воскреснет, там и снова там будет свистеть и пахнуть. Но это столетие уходит на это. Барб, а что насчет эволюции человека? Человек тоже же ко всему подстраивается. Вспомни моего деда Саша-алкоголика. У него же организм подстроился. Так это организм, а тут целая планета, она подстраивается тоже, как организм. Это в принципе организм. К чему он подстроился? К тому, что если я выпью его дозу алкоголя, я сдохну. А он пьет, ему нормально, потому что его организм постепенно подстроился к такому количеству алкоголя. Блин, Алейс, у меня деда алкоголик, два деда алкоголики были, и оба умерли от алкоголизма. Да какая разница, смысл в том, что организм подстраивается, и планета подстраивается постепенно. Она может умереть сразу от ядерного взрыва, например. Есть предел, есть предел. Но я имею в виду, подстраиваться все равно сможет. Понятное дело, она сдохнет раньше, например, что-то с ней случится. Но я имею в виду, что подстраиваться может все. И планета, и организмы. И растения подстраиваются. Посмотри, они живут, блин, я помню, у меня растение было, в гараже выросло. В гараже под досками выросло. Каким-то образом оно, я не знаю, ну как оно питалось, чем оно питалось, но оно подстроилось и, сука, выросло там. Оно не должно было быть, там нету света, там нет воды, там нету ничего, кроме каких-то крупинок земли. Ты говоришь, целая планета не сможет подстроиться. Понятное дело, он будет нездоровое растение, чахлое, сдохнет быстро. Но все равно, как-никак оно подстраивается под то, что мир дает ему. Под людей тоже подстраивается. Просто чахнет быстрее. Так это не называется, подстраивается. Подстраивается. Оно в вынужденных условиях. Но оно подстраивается. Как растет, соответственно проживет. Подстраивается. Это и называется подстраивается. Да. Ну смотри, оно начало прорастать. И вынужденное условие, как ты говоришь. Но потом ему надо подстраиваться, чтобы выжить уже. Да, оно росло. Оно, помню, вырастало сквозь эти. И как-то им-то образом оно дотягивало листочки к тому времени. Подожди, подожди. Когда открывался гараж, выезжала машина или там папа тусил. Какое-то время солнце все-таки через какие-то там рандомные отражения попадало. И оно вытягивалось, тянулось к этому месту, где открывалось вот этот гараж, да. Чтобы хоть какое-то отражение получить солнце. И понятно, оно росло, оно выросло и тянулось, тянулось туда. Оно непонятно откуда брало энергию. Но оно дотягивалось и все равно по чуть-чуть длиняло. Оно было еле желтое, такое светло-белое растение. И оно подтягивалось. И каким-то образом отражение, говорю, брало. И фотосинтез все-таки у него происходил. Через жопу. Да, понятное дело, я не знаю, он сдох там, это растение. Оно не доросло, оно выросло ужасным. Оно выросло не зеленым. Не было цветочков, листики были слабые. Все, это понятно. Но оно подстроилось и выросло. И сдохло. И возможно бы, если бы оно было бы на солнышке, оно бы выросло очень пушистыми, классными листиками. Дало бы плоды и пошло бы дальше. Свой род там. Но дело в том, что в любом случае, каким-то образом оно смогло это сделать. И планета, если ее будут люди убивать, ее мучить, она сдохнет, эта планета. Но она временно, она будет подстраиваться. Облака там где-то сгустит, где-то тучок побольше. Ну, то есть, если верить, да, я помню, когда я была маленькая, мне говорили, что облака – это, ну, когда скопленность каких-то, да, вот газов. Потом это все оседает с помощью осадок. То есть, если представить, я не знаю, правда, как этот процесс происходит, но если представить, что облака действительно впитывают газы, вот эти вот отходы накапливают себе какие-то там дым, да, и потом осадками выседают все это, опять же, на людей, на человечество, то логичнее понять, что это подстраивается. То есть, если там будет мало дыма, то осадки будут чище. Но это очищение, планета как-то сама по себе очищает, и чем больше ты в нее газов впуляешь, тем больше у нее будет грязных осадок, она все равно подстроится и будет очищать атмосферу каким-то образом. И вот в этом я не шарю. А ты уверена, что будет именно так? Так так и происходит, я не уверена. Ты уверена, что если человек будет тренироваться вливать в себя 2 литра алкоголя, потом 3, потом 4, что он рано или поздно, блин, не откинет? Он рано или поздно откинет, и даже живой человек откинет рано или поздно. Ну так а зачем? Я говорю к тому, что организм подстраивается. Так это же ненормально. Да понятное дело ненормально. Ну так а зачем вводить в условия, когда надо подстраиваться? Подожди, ну если ты можешь либо жить, либо не жить, то ты выбираешь подстраиваться и жить. Вот растение, кто ему сказал, ну у него семечка, сука, упала. Блин, ну давай я сейчас выйду на улицу, сломаю первому встречному ногу или руку и скажу ему, да, не расстраивайся, чувак, ты подстроишься. Да, он подстроится, он реально подстроится и будет жить. А что ты хочешь сказать? Он такой скажет, пошел сдохну, потому что теперь ноги нету. Нет, он подстроится и будет жить без ноги. А может быть он скажет, да, пойду сдохну, потому что ноги нету. И найди такого, найди такого человека, конечно. Человек подстроится, это живущее существо, он сдохнет только когда у него депрессия. А я не знаю, подстраиваться, алло. Не надо к этому подстраиваться, но если... Я вот с вами вопрос, зачем надо подстраиваться? Я тебе еще раз говорю, но если такие условия, если человек шел, сломал ногу, он подстроится жить с такой ногой, он не сдохнет. Ну раз такие условия, ты понимаешь, в чем дело? Мы говорим не о том, что хорошо жить подстраиваться или плохо, мы говорим о том, что есть возможность у всего подстроиться, если таковы на это обстоятельство, все. Мы говорим в данную секунду, пока это отходило, мы говорили о том, что надо ли совершать ошибки, которые приводили к плохим последствиям, заново, типа в надежде, что они приведут к хорошим последствиям. Вот о чем мы говорим. Ну это одно дело. Я встала в защиту о том, что планета подстроится, если вдруг даже мы совершим ошибку. Да не подстроится, она сдохнет. Сдохнет, но она подстроится, прежде чем сдохнуть, она будет выживать. Ну она же сдохнет. Выживать будет. Быстрее? Все сдохнут. И планета сдохнет. Просто быстрее сдохнет. Да, ты прав. Ну взрослый. Так если можно не допускать этого, то зачем это делать? А конечно не надо делать. Конечно. Но если вдруг, то все подстроится. Мы должны все избежать, всех ошибок и переломов ног, и стараться не пить, и стараться не курить, и стараться не есть бургеры и тортики, Барб. Но мы же почему-то это делаем, и организм подстраивается, выводя дерьмо из нас каждый день. Но там смотря, как сильно подстроят. Потому что мы жрём необычное масло, да? Мы жрём то, что убивает нас. И весь этот холестерин, который мы переизбытки едим. Мы же не едим одну ложечку. Мы едим кусочек. 100, 200, 300 грамм, полтортика. Мы едим то, что в принципе нас убивает. И каким-то образом наш организм подстраивается. Человек создал искусство кулинарии. Почему ты совершаешь каждый день ошибки, Барб? Он начал готовить, смешивать. Почему ты каждый день себя убиваешь? Потому что ты хочешь этого. Хочешь, не хочешь, а организму приходится подстраиваться и переваривать твое дерьмо, которое ты каким-то образом называешь гастрономическим оргазмом. Можем все переехать на природу, в которую мы тоже Человек тебе говорит, людям нормально, свойственно совершать ошибки. Просто ты своих ошибок говоришь, да кого там тортик съесть? Это не ошибка. А вот человечество, когда хиросимус, это ошибка. В любом случае, это ошибки, которые мы сами допускаем. Просто в наших глазах одна маленькая, я могу ошибиться. А вот хиросимус большая, нельзя ошибаться. Все мы можем ошибаться, мы люди. Не, ну тортик сожрать тоже, ну там, кусочек-то небольшой. И бухнуть нормально, скажи же пивка вечером бахнуть с пиццей. Да похоже. Нет, ну смотря как часто. Ну раз в неделю. Не, ну а в общем хуёвый хуёвый. В любом случае хуёвый, скажи же, ну организм подстраивается. Алкоголь очень хуёвая тема. Подстраивается, он каким-то образом начинает выводить все это дерьмо из тебя. Он отравляется, мы убиваем себя каждый день. Мы совершаем, говорю, эти ошибки каждый день. Ну мы подстраиваться, наш организм подстраивается и живёт. Вот они ошибки, которые мы совершаем ежедневно. Даже просто посмотреть на то, что мы жрём и пьём. Я пойду переверну. Я сейчас вернусь, ребят. Тут сложно сказать, ошибка ли это. А я на руле в хуярю. Вот это значит, я ошибка. Смотри, вот человечество на заре там, когда оно только зарождалось, когда оно только вставало с четырёх ног на две, когда оно ело исключительно натуральные продукты, мясо мамонта, травку вот, которая тут вот выросла под чистой дождевой водичкой, под светлым солнышком, без всяких газов. Не было ещё курения, не было алкоголя, не было наркотиков там и прочего дерьма, да? Почему-то чёрт, блин. Вот говорят о том, что типа кости, которые откапывают, да? Им возраст там 16-18, редко там 20 с копейками лет. То есть почему при всём при том, что натурально питались, да, и натурально жили как бы, а жили меньше. А сейчас тортики едим и иногда алкоголем запиваем и нормально типа живём. Потому что аспирин придумали. Вот, видишь, прогресс. Человеческий прогресс. Человечество научилось смешивать ингредиенты, готовить их там, при этом как бы создавать какие-то там лекарства, витамины, там ещё что-то, да? Бро, 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 не оскорбись, но по-моему у тебя аргумент ну хуйня, как будто. Ну просто мы создали и херовые вещи, и нормальные. Ну это логично, да, чтобы мы создали и то, и то. Ну типа и на кой хрен, ну, жрать что-то типа табака. Ну, кто-то жрёт, от этого может кайфовать. Убивать себя. Ну можно, давайте пример. Ну если вы видите, что кто-то думает, что тортик скидает и тоже убивает от себя. Ну, не то, что тортик, да. Здорово, родной ты умеешь укол делать? Попута, я умею. Пойдём. Мадам, вас, если что, не слышно. Мадам молчит, она отошла. Понял. Овощи? Не, думаю, не убивают. Не, вряд ли. Почему? Ну, ты, может, не видел. А я, ну, всё детство видел. Я эти овощи сам, ну, выращивал, бабушке помогал. Помидорчик собирал, огурчики. Сейчас я идём ходил за молоком. Ну так. И как они убивать-то могут? А, ну так ты про магазин. Ну, в магазине, да, может дерьмо всякое быть. А может и не быть. Ну вот. Вот мы пришли к выводу. Можно перейти в деревню. Ну, тоже, смотри, в деревню карьер. Буду грязнее, правда. Кто хочет посидеть за всех стосов в этом штате? Гражданин, по 3.3 процессуального кодекса. Масочку снимаем, документы предъявляем. Вот моя нашивочка ознакома. Чё у вас, углов, такая привычка в ломиться в разговоре? Вы мне или ему? Да, да, да. У меня маска. А у вас маски? Да, у вас маска. Да. Всё. Угу. Да, ладно. Всё окей. Кайф. Максим, прими. Можно осмотреть? Я вас укрою. Жесть. А ты же, блядь, хуй сос. Сер! Как вам может так выражаться? Нельзя так. Не выражайте. Я бы вас ударил. Благодарю. Не выражайте, Сер. Не надо матери с собой ударил. Меня? Да. Что за угроза? Ну, если вы говорите, хотите, отойдите в другой место, пожалуйста. Так, а что ты нас перебиваешь? Что ты нас перебиваешь? Что ты нас перебиваешь? Так вы нас перебили. Вы нас перебили. Изначально. Так что, теряйте. А вот нет. Я просто сам иду. Это, ребята, потому что, знаете, что я не успеваю поесть? Понял. Я не успеваю поесть, серьезно. Поэтому мне вынуждено вот так делать. Вот так делать. Работа тут приказом. Молодец. Вот, мне нужно к часу уже через час быть на месте. А мне еще нужно форму купить какую-то, чтобы не замараться. Все грязные. Так, что они тут обсуждают? Все грязные. Все консибартное. Все вот там вот с химикатами всякими, приправами немного. Это что такое? Ну смотри, возьмешь ты пшеницу, начешь ее перемалывать. Муку. Испечешь хлеб. А чем они тут? Ты думаешь, он будет частейшим? Нет, конечно. Ну вот. А мы привыкли уже есть, которые там всякими химикатами... Нет, ну хорошо, хрен. Нет, смотри, хрен с ним. Ну пшеницу я не выращивал. Хорошо. Овощи, помидорки, огурчики. Ты думаешь, смотри, вот ты берешь современную деревню или прям деревню, где ты сам воду добываешь? Нет, ну все сам. Смотри, поселок городского типа. Я в нем был раз. Ну, в детстве летом был. У нас был свой огород. И на нем все сами выращивали. Ну вот. Ты тоже самое выращиваешься. Так мы построимся к зарплате 30 тысяч в месяц. И есть будешь меньше. Пойдешь... Массово это все. Работай на вторую работу. Загачивание в консталу уже. Не будешь покупать дорогие продукты. Зачем мне эти массовые плантации? Свет будешь экономить. Не играть в телефоны в игры, чтобы свет... Можно? Ничем поливать. И удобрять. Можно построить. Ну, если я могу сам вырастить. Ну смотри. Ты можешь сам вырастить? У тебя будет слишком большой рацион. У тебя будут большие плантации. Где будет рис. Где будет макарон. Мы уже растем в том веке, где мы должны есть всякие разные... Хиросима не ошибка, кто-то нажал кнопку. Думаешь, если бы тот человек сейчас? Вернулся в прошлое, он бы еще раз нажал? Как думаешь? Если мы будем есть только хлеб, огурцы, помидоры, это нам ничем не поможет. Ребят, у меня тут такой вопрос созрел. Мы сейчас обсуждали, помните эту Хиросиму? Кто-то нажал на кнопочку и сброшили, да? Мы сейчас уже за овощи пиздим. Да-да, я поняла. У меня вот такой вопрос. Как вы думаете, если человек, который это сделал, он же это сделал специально? Как вы думаете, если бы он знал, чем это все закончится, вернувшись назад, он бы нажал эту кнопку? Да. А ты думаешь, он не знал, чем это закончится? Во-во, я вот тоже думаю. Почему мы считаем, что это ошибка, Барб? Ну. Блядь. Ну это херово. Так вот, просто Барбарос назвал это ошибкой. И говорит, что люди, зная это, больше не повторят. И вот мне интересно стало, правда. Не, ну так, кстати. Хуя ли это не повторят? Если это было специально. Не-не-не, это вряд ли повторят. Ну, типа, тестировать еще одну бомбу. Ну, как мы рассуждали. Природа может подстроиться, может уйти новые виды. Не-не, не про это вопрос. Про то, что, типа, это ошибка была. Сделать такую огромную ядерную удар, да? Который понес за себя тысячу таких смертей и последствий. Но вопрос, интересно. Этот человек, зная все это, пошел бы еще раз, не еще раз, а сделал бы он то же самое, если бы его вернуть в прошлое с мозгом настоящего и сказать, ты уверен, что ты хочешь нажать, зная, что все это будет. Мне кажется, он бы нажал, потому что он знал, что это будет. Мне тоже. Поэтому это не ошибка. В том-то и дело, это не ошибка. Ошибка это то, что в будущем ты сожалеешь о этом сделанном, и если бы была возможность, исправил бы это. А Барбарос называл это ошибкой. Типа, что это ошибка человечества, и так нельзя поступать. Но для кого-то это было абсолютно осознанным действием. Это не была ошибка. Ну, мы не знаем, конечно, правду, нажал бы он или не нажал. Но просто интересно порассуждать. Ну, тогда, если так, рассуждая о твоем пути, можно сказать, разговор весь никуда. Потому что, если это не ошибка, то, значит, нам что-то это дало пользу прямо. Ну, да. Тогда мы можем рассуждать то, что так больше повторять не надо. Пользу вряд ли дало. Это, опять же, может быть человеческий эгоизм. Мы затестили бомбочку. Что? Проверить же нужно было, как бомба работает. Вряд ли он просто проверял. Алло. Нет, просто если бы мы тогда ее не проверили, то вполне было возможно, что президенты, не ожидая такой мощности, могли бы нахуй ядерную войну захуярить. И пиздец был бы. А как вы думаете, сейчас возможно такая вещь, как ядерная бомба на че-то, а на какую-то страну, где воюют? Ой, да вряд ли. Ну, только если какой-нибудь припиздыш, ну, станет президента. Ну, просто если ядерная война начнется, то все, ну, все земли пиздец. Есть такое понятие, есть такое понятие, ошибки человечества. Ни одного конкретного человека, ни двух человек, которые там работали в паре, а ошибка человечества. Я тебе сейчас пару пообъясню, что ошибка человечества, это было не Хиросима. И ошибка человечества, это был Чернобыль. А в том-то в чем ошибка? В том-то и дело, это ошибка человечества. Это не один, это вот реально случайность. То есть человек должен был предусмотреть. А это было специально. Это не ошибка. В смысле, это не ошибка, это совершенно случайность. Ошибка была вообще создать такой огромный мощный коллайдер и не усмотреть за ним. То есть это ошибка общая. Никто не хотел этого. Это ошибка. Это ошибка. Никто не хотел взрыва на ядерной электростанции. А вот Яросима, это обдуманный ход. Это не ошибка. Человечество. Это именно специальное действие, которое повлекло последствия. Да не ошибка, это человечество. Что этот обдуманный ход был ошибкой. Вот почему. Для этого человека, возможно, нет. В том-то и дело, мы не знаем этого. Там мировая война, это ошибка человечества. Нет. Несмотря на то, что виноват один человек, который ее развязал. Прям один? Убитый регион, который не может жить там 20-30 лет. Ни один человек решал. Ни один человек решал бросить Херосиму. Не погоди. Это так называется. Ну так принято называть, что это ошибки человечества. Вот такие вот факторы какие-то глобальные. Ну вот смотри. Кем принято? Ой, блядь, мужики, джавю словил. Мы не знаем, нохрен. То есть война... Власть, это уже ошибка, да? Никто не знает правды. Или, у меня слышно? Слышно. Я не понял, правда, что ты сказал? Вот мне просто интересный вопрос. Вот он... И правда считаю, что война это ошибка. Человечество. Ну, все в мире относительно. Нельзя что-то считать абсолютно положительным или абсолютно отрицательным. В то же время, как Херосимы и бомбы скинули-то были для предотвращения войны, якобы. Которая действительно могла быть... Да, вы поняли. Вот, соответственно... Кто? Да что, кто меня... Ё-моё, двигает вселенная. Кто? Она? Понял. Я не виновата война. Я не виновата, какого гражданина. А тут просто один такой перец. Я главный я нажал. Это вряд ли так было. Пиздишь, пиздишь. Это было обдуманное решение всего государства, точнее их... Клеп через где тогда. Стала там, я не знаю, военных структур каких-то. То есть он наверняка советовался с кем-то. И он не принял это решение на основании того, что все были против, а он неизвестен. А я хочу за. Да подождите, я ничего не понимаю. Мне вот надо ответ дождаться на вопрос. Война это ошибка? Все в мире относится. А, вы от него хотите... А куда? Вас не слышно, прокашляйтесь. Барбарос, ответь на вопрос. Война это ошибка или нет? Ужасно, тебе не слышно. Может быть решение было последним его? Но это не может быть... Война это ошибка. ... его личным решением. Вопрос на да и нет. Опять-таки, я... Он не умеет отвечать да или нет. Я выражу не свое личное мнение, а то, что, допустим, я знаю, да, с моей базы знаний, с позиции, как бы... Можно просто ответить да или нет? Ну, общепринятой точки зрения. Да, любая война это ошибка. Все, это ответ. Потому что подобная ошибка... Да. До свидания, я поехал. Куда поехал? Чем поехал? Он обиделся, что я попросил его сказать да или нет? Я ему говорю, просто ответь да или нет. Тебе человек вопрос задал и спросил, да или нет, просто ошибка или не ошибка. Я ему сказала, зачем ты разъясняешь, скажи да или нет. Он говорит да и ушел, обиделся. Нет, нет, блядь. Я не могу тебе объяснить. Тоже, да, нет сказать, но сложно вопрос. Нет, нужно ответить. Нет, нет, человек как будто это не ошибка. Сначала отвечает на да, потом уже задают конкретные вопросы. Почему ты так считаешь? Но человек говорит, мне просто интересно. Война это ошибка или нет? Задают конкретный прямой вопрос. Ну, допустим, Вторая мировая со стороны... Вот ты тоже смотри, как отвечаешь. Ты не отвечаешь, но просто... Вот с точки зрения мировая война мой папа судил вот это в 14 веке до нашей эры, когда люди начали рожать... Извиняюсь, извиняюсь. Я не отвечаю на вопрос, мне его не задавали. Я просто разъясняю. А я пытаюсь объяснить, что... Зачем человек обиделся и почему это грубое. Вопросы есть конкретные, есть какие-то, где надо пояснить. Я задал конкретный вопрос, Потому что я хочу разнести... В мире, как я сейчас знаю, приблизительно только 250 лет. Мы жили плюс-минус 250 лет. Жили без войны. А все остальное война. Из прошлого... Из ранних разговоров мы можем понять, что ошибки совершали. Вот так вот говорил ваш друг. То, что вот зачем совершать ошибки мирового значения, то, что вот если их можно избежать. Так тогда почему у нас все время, даже сейчас, идет война? Если мы уже из прошлого должны вылезать вечерок, то, что война, это очень страшно и неполезно. Потому что, скорее всего, без войны невозможно. Это первое. Второе. Никто не знает, чем бы закончилось время без войны. Возможно, мы бы сдохли бы. Никто не знает. Все видели эффект бабочки в фильме? Вот. Никто не знает, чем закончится просто взмах крыла в бабочке. Никто не знает, чем закончится война или нет войны. Никто не знает. Мы даже не знаем, что было бы с нашими людьми, вообще с нашим государством, если не было бы ни одной войны. Возможно, мы были деградантами, полными ублюдками, которыми бы убивали. Никто не знает. Мы можем только предполагать. Ну, не знаю. Возможно, война делает из нас реально сильных людей, личностей, умных. Оно открывает какие-то научные, потому что война несет очень сильные последствия. Но люди после войны становятся сильнее. А вот это предложение уже не дурное. Ну, то есть это один из вариантов. Это реально интересно. Вот это уже ни херна, да. Ну вот. И то есть, из прошлых разговоров, то, что вот мы говорили по России, то, что вот, человек один совершил ошибку. А мне не сдавали этот вопрос, я просто устареваю. То есть, война идет, к примеру, очень долго, мучительно, и люди тоже погибают столько же, сколько погибло за одну секунду от бомбы. Но вот как будто просто мы войну уже из прошлых разговоров, то, что мы просто не можем ошибку эту же принять. То есть война, это как будто в нас действительно... Можно в абьюз разговор, так сказать? Убивайте. Я... У меня такая позиция, как бы то, что вообще нет того, как вы называете ошибка. Во! Вот я, сейчас он скажет мои слова, походу, сто процентов. Но это хуйня полная, потому что можно сказать то, что каждый, знаешь, допускает ошибку каждый ебучий день. Да. Нет вот такого, блядь, как ошибка. Это все идет по... Да. Ну, как я не знаю, блядь, просто все так должно идти, нахуй. Так можно ли оценивать события, как ошибку, если они... Каждая страна здесь совершает какие-либо действия, если это, например, война, то она совершает из каких-либо соображений, то есть она совершает какую-либо выгоду. И любое событие, которое происходит, оно имеет... Блядь, смотрите, какие вы здесь люди собрались. Я фига, я не хочу уходить просто. Я не хочу. Обратили внимание на технический прогресс, например. Также последствия... Ну, в каких-то местах это вызывает патриотизм, сплощение общества против... Вот когда, как и гражданка говорила, это психологически чисто тебя очень сильно поднимает. Ты понимаешь, что в мире может проходить полный пиздец, и ты понимаешь, что это может произойти с тобой. И ты не будешь его на нюне и сидеть там, маме уткнувшись в ноги. Ребята, можно вас на минуту? Мне очень нужно идти, и я хотела бы поблагодарить вас за эту беседу, потому что редко такое. Я не хочу уходить, но мне очень надо идти. Я же говорила, что я сегодня в приют еду, да? У меня через час уже встреча, мне нужно успеть. Если вы хотите продолжить такие дискуссии, я с удовольствием с вами продолжу. В четверг примерно в это же время, может быть, тут где-то вот так вот подсоберемся, поболтаем. Если есть какие-то темы пообсуждать, я буду очень-очень рада. Вы классные, спасибо вам большое за разговор. Вот мне, к сожалению, придется уйти, вы можете продолжить. Вот, будем знать друг друга. Вы топчик. Спасибо, что вы есть на этом. Радуга, радуга просто крутая, обожаю радугу. Что? Аляся, я тут заметил, ты стала 1488 человеком, которому я руку пожал. Вот так, совершенно случайно. Это ошибка? Такое у них есть. Не-не-не, это пасхалка. Понятно. Хорошо, всем хорошего дня, я надеюсь, я никого не обидела. Еще раз, прошу прощения у Барбаросса, который тоже обиделся. Видимо, я что-то очень грубо сделала, я не хотела бы. У меня сейчас башняторок 1488. Вот. Не, я тебе беру. Всем хорошего дня, дружите, будьте добрыми, продолжайте беседы такие, развивайтесь. Бро, я тебя запомню так. Ушла. Давай. Это все потому, что я бежу. Барбаросса не дала высказаться. Вот. К сожалению, реально, если кто-то не знает, я написала анонс в телеграм-канале о том, что я сегодня еду, да, мне нужно ей написать. Она, я ей сказала, что я ей напишу, а я ей не написала, мы с ней в час должны встретиться, а я говорю, мне еще нужно найти какую-то форму одеть, чтобы я, это, чтобы я не замаралась сильно, потому что, короче, надо съездить еще за, может быть, у вас есть советы, скиньте мне в телеграм-канал, что купить для собак, чтобы не замараться. Какой-то комбинезон, может, рабочий, может быть, малярный какой-то, вот посоветуйте мне, что можно такое поискать, может, в рабочей, не знаю, что-нибудь такое, вот. Я быстренько пошла, я уже покушала, мне нужно одеться, выбежать, купить этот гребаный комбинезон в течение полчаса, в течение полчаса доехать до места, где мы с ней должны встретиться. Вот. Встретимся в телеграм-канале, там пишите все, там анонсы будут, вот. И спасибо, что вы пришли в одержательное на РП, вот. А если кто-то хочет поучаствовать в такой беседе, в следующий тетверг вы можете подготовить персонажа, скачать ГТРП, зайти и с нами поболтать о очень интересных вещах. Порвут как... Вот нужно такое, чтобы не порвали, да? Болотники с лямками. Вот что-то такое, дождевик, бензопил... Не, дождевик порвут. Что-то такое, чтобы не порвали. Вот. Нужно что-то тряпочное, да, такое, чтобы лапами не порвали. И чтобы вода по нему так и смывалась. Что... Потому что они могут слюнями же там мокро что-то быть, чтобы такое что-то... А я пошла, еще сапоги надо посмотреть, поискать. У меня еще есть шанс попробовать найти сапоги. Я не знаю, где они. Может, на балконе. Вот. Все. Я ушла. Спасибо за трансляцию. Тут, 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 тут. Без... Вот это вот мне навыкань. Пожалуйста, скинь. Пожалуйста, в Телеграм. Пожалуйста, пожалуйста. Я поищу. Все. Спасибо. Всем пока-пока.